Три мертвых тела, ребенка, мальчика и подростка, в другую сторону комнаты. Из каменного тела барона вышла какая-то смесь гноя и вонючей крови, и, что еще больше шокировало, лицо Хабиара начало быстро расти. Полностью обезумев, Хабиара закричал и снова бросился к Люсиину с оставшимися конечностями. Используя тревогу, чтобы блокировать атаку барона, Люсиин увидел, что даже его меч был окружен каменной пылью, как будто меч тоже вскоре превратится в камень. До того, как сила Хабиара нанесла какой-либо реальный ущерб мечу, Люсиин активировал корону солнца. Вызванный луч святого света ударил прямо в барона. Святой свет взревел Хабиара. Свет сжигал кожу барона и, наконец, спалил камень, покрывающий его тело. Глядя, что его собственное тело гнило с невероятной скоростью, барон выглядел очень испуганным, но затем успокоился. Купаясь в святом свете, старея и умирая в святом свете, он пробормотал, как будто мечтая. Моя кожа теряла свою славу, словно сухофрукт. Мое лицо было полностью покрыто морщинами, как и мое тело. Моя сила и ловкость быстро ухудшались и так никогда и не вернулись. Я не мог видеть красивых пейзажей, не мог пробовать вкусной пищи. Моя страсть угасала. Даже с молодой красивой женщиной в руках, услышав его слова, Люсиин нахмурился, а барон продолжал. Почему люди стареют? Почему, когда люди стареют, все счастье исчезает? Где рай божий? Хотя Люсиин не мог понять боль старения, он все же был шокирован. И он был рад, что выбрал путь колдуна, так как у него все еще был шанс прожить дольше, чем обычные люди. После того, как кто-то становился колдуном старшего ранга, он или она могли прожить более двухсот лет, и колдун или ведьма все еще могли обратиться к магическим ритуалам и зельям, чтобы продлить продолжительность их жизни. Например, при образовании лича, хотя многие из них умирали во время процесса, даже средний или младший колдун тоже мог найти разнообразные способы увеличить продолжительность жизни. Глаза барона медленно закрылись, его греховная жизнь окончательно закончилась. Люсиину повезло, что он быстро принял решение и вовремя принял меры, поскольку, если бы барон завершил свой ритуал и восстановил свою силу рыцаря второго уровня, это, вероятно, было бы концом для Люсиина. Однако после убийства барона тревожное предчувствие все еще владело умом Люсиина. Ему показалось подозрительным, почему даже в концу боя Хабиара так и не произнес никаких некромантических заклинаний. Брови Люсиина нахмурились, так как он знал, что для этого есть только одно объяснение. Сам барон не был некромантом, и им был кто-то другой, кто подстрекал и заставлял Хабиара использовать молодые жизни, чтобы сохранять свою юность с помощью черной магии. Поэтому, связав руки Кайлин, Люсиин разбудил ее. Как только Кайлин открыла глаза, она увидела пару черных зрачков, в которых было звездное небо. Люсиин использовал свой гипноз. «Мистер Иванс, что ты хочешь, чтобы я сделала?» Спросила Кайлин, словно маленькая девочка, разговаривающая с кем-то, кем она восхищалась. Она просто полностью игнорировала громкие звуки боя на другой стороне замка. Если быть более конкретным, то, что сейчас использовал Люсиин, было заклинанием первого круга, которое называлось «Зачарованный человек», которое могло контролировать ум человека, чья духовная сила была менее слабее, чем заклинание заклинателя. Если данный приказ не противоречил воле человека, находящегося под контролем, в большинстве случаев человек, находящийся под контролем, будет просто следовать указаниям заклинателя. «Скажи мне, кто учил тебя магии, и кто научил барона черному ритуалу?» Прямо спросил Люсиин. «Мой муж, Хант, или так скажем, управляющий барона, мистер Корк», Кайлин улыбнулась, как будто она была очень рада, что могла предоставить Люсиину любую полезную информацию. Хесколько лет назад, когда его пригласили стать официальным подданным барона, Хант начал учить Хабиара использовать силу смерти молодых людей, чтобы продлить собственную жизнь, и в то же время он мог использовать мертвые тела для своих экспериментов. Чтобы лучше скрывать то, что они делали, Хант стал управляющим барона, Корк, Хант. Кайлин Хант. Люсиин был ошарашен, вы Ханта из Бонна? Кайлин Корк фактически была миссис Хант, которую Люсиин искал, чтобы выполнить свое обещание девушке-призраку. Что с ними случилось, подумал Люсиин. Как только Люсиин упомянул Бонн, состояние Кайлин стало очень неустойчивым, и ее сильная эмоциональная боль освободила ее от заклинания Люсиина. «Откуда ты знаешь, что мы из Бонна? Кто ты?» Люди в Бонне сказали мне, что миссис Хант была милой и красивой женщиной, которая всегда была готова оказать помощь, особенно заботясь о детях, почему ты стала такой, почему ты помогаешь своему мужу убивать других детей? Люсиин не ответил на ее вопросы напрямую. Кайлин была шокирована, словно слова Люсиина ударили ей прямо в сердце, и через несколько секунд она начала смеяться, как будто она была сумасшедшей. «Я, я была милой и красивой, я была готова помочь людям, ха-ха-ха, ты видишь, что я получила от моей доброты. Моя дочь была похищена, и ее нет уже 10 лет, а мой муж превратился в монстра. Теперь, когда я вижу, как убиваются эти родители, когда теряют своих детей, я чувствую, что есть кто-то, кто может понять мою боль. Где Хант теперь?» Люсиин оставался спокойным. «Он проводит эксперимент на кладбище», усмехнулся Кайлин. «Хант был слишком занят, и твой меч заставил барона быть более осторожным с вами, иначе мы просто убили вас всех, а не готовили какой-то глупый обед, эксперимент». Услышав это, у Люсиина снова появилось очень плохое предчувствие. «Хант теперь монстр, он все еще такой же таинственный и мощный, как и был, но он уже незаботливый человек, каким когда-то был в Бонне», пробормотала Кайлин, словно разговаривая сама с собой. «Таинственный и мощный, Люсиин вдруг понял, что сделал неправильное предположение, он думал, что Хант превратился в некроманта, когда он прибыл на эту землю, которая была известна в прошлом распространенностью здесь некромантили, однако, казалось, Хант уже был некромантом, когда он жил в Бонне, тук-тук-тук, что-то мягко постучалось в окно. Когда Люсиин оглянулся, то, что он увидел, потрясло его. Пидом с окном спальни была серая сова, или, если говорить более конкретно, это была мертвая сова, так как все ее тело было гнилым, а белые кости торчали наружу. Пока Люсиин смотрел на нее, сова тоже смотрела на Люсиина и Кайлин холодными глазами, и продолжал стучать в окно клювом. Две магические пакеты разбили окно и полетели прямо к этой жуткой сове. Серая сова не двигалась, но странный черный газ мгновенно окутал ее. Магические ракеты сильно повредили окружающий ее газ. Как будто только сейчас поняв, что человек, который разговаривал с Кайлин, был врагом, а не другом, сова открыла клюв и начала кричать, хотя звук не было слышно. Внезапно из ковра появилось множество черных щупалец. Как только они коснулись тела Люсиина, Люсиин почувствовал смесь анимения, слабости и боли. Люсиин никогда раньше такого не испытывал. Среди всех заклинаний ученика и заклинаний первого круга он никогда не видел ничего, что имело бы такой смешанный эффект. Даже заклинание второго круга, прикосновение упыря, могло одновременно только ошеломить и ранить человека в какой-то степени. Поэтому Люсиин догадался, что это особая некромантическая магия. Оставаясь спокойным, Люсиин активировал браслет и легко избавился от щупалец заклинанием, зачарованным внутри, пламенным щитом. Окруженный пламенем, защищающим его от бесчисленных черных щупалец, Люсиин увидел, что они скопились у двери, что делало невозможным его отступление. Передумав, он превратился в полосу лунного света и бросился к серой сове со своим мечом. Сова взлетела, когда Люсиин разбил окно и начал быстро падать с высоты. Однако, вместо того, чтобы сильно ударить об землю, падение Люсиина замедлилось, как у пера. Магия первого круга – падение пера. Когда Люсиин был у земли, он услышал сумасшедший смех, раздающийся с кладбища рядом. Кса-ха-ха, я почти здесь. Еще один шаг. Кайлин, Кайлин, где ты? Смех становился все ближе и ближе, и Люсиин увидел самую жуткую вещь, с которой он когда-либо сталкивался. Люсиин едва бы мог по лицу существа понять, что оно когда-то в прошлом было человек, а другие части его тела вообще были просто гнилой плотью, из которой торчали отвратительные глазные яблоки, губы и бледные руки. Кроме того, оно было окружено каким-то серым газом, который распространялся и убивал растения, мимо которых монстр проходил. Как только монстр заметил Люсиина, он издал горький рев. Черные щупальца снова выросли из земли и остервенело бросились на Люсиина. При виде этого монстра Люсиина едва не вырвало. Он немедленно активировал сопротивление смерти, божественное заклинание второго уровня в короне солнца и быстро окружил себя слоем белого света, который мог защитить его от некромантической силы. Черные щупальца были в ужасе, как будто они столкнулись с их самой сильной отравой, что дало Люсиину некоторое время, чтобы благополучно приземлиться и встать на ног, чтобы броситься на монстра. Люсиин был в значительной степени уверен, что это Хант. Чего Люсиин не ожидал, так это того, что Хант указал на его меч, тревогу, и меч развернулся назад на Люсиина и оставил глубокую рану на его плече. Это было некромантическое заклинание первого круга «Укус назад». Охнув от боли, Люсиин снова схватил меч и активировал магическую структуру в своей душе. Мгновенно, слой масла покрыл Ханта до самой земли. Заклинание первого круга «Масла». Сделав шаг вперед, Хант чуть не упал. Поэтому он остановился и начал использовать заклинание для дальнего боя, чтобы атаковать Люсиина. Негативный энергетический луч, сморщенность, прикосновение холода, ослабляющий луч. Все эти заклинания безумно сыпались на Люсиина, как будто между ними не было пауз. Однако Люсиин многому научился из тактики, которую Аарон и Хабиара использовали для борьбы с колдуном. Он продолжал двигаться, не оставляя шансов Ханту прицелился в него. Хотя несколько раз он не смог увернуться от них, заклинание сопротивления смерти второго уровня все равно защищало его в некоторой степени. Хант полностью превратился в монстра, монстра, который во время боя не очень думал, что он делает. Когда он произносил заклинание одно за другим, без особого интервала, глазные яблоки, губы и руки начали отваливаться от его гнилой плоти. Чудовище разозлилось. Когда Хант издал оглушительный рев, вокруг него вспыхнули черные волны, некромантическое заклинание третьего круга, а также областное заклинание, взрыв негативной энергии. Люсину некуда было прятаться от черных волн, поэтому у него не было выбора, кроме как использовать последний шанс активировать пламенный щит в браслете огненного ткача, чтобы противостоять удару. Хотя пламя было ярким как солнце, оно вскоре было подавлено черными волнами. Благодаря еще одному слою защиты Люсина, сопротивлению смерти, внутри щита пламени, Люсин с трудом, но смог пережить эту дальнюю атаку. Выпустив это мощное заклинание, Хант временно выдохся от чрезмерного потребления своей силы. Ему нужно было время, чтобы восстановиться. В это время Люсин снова бросил заклинание масла, покрыв Хантай место, где он стоял вторым слоем масла. Однако, когда Люсин снова собирался атаковать Ханта, три магических ракеты полетели прямо к нему. Это была серая сова. Пока ее владелец не мог произнести заклинание, вызванное Хантом сова отвлекла Люсина. Быстро уклонившись, Люсин избежал ракет, однако он не осмелился прекратить двигаться. Люсин понятия не имел, какое заклинание могло быть полезно сейчас, чтобы убить эту грязную тварь в небе, кроме магической ракеты, но учитывая, что сова летала из стороны в сторону, Люсин тоже не мог прицелиться. Кроме того, сова была защищена щитом смерти, и Люсину придется несколько раз ударить по нему ракетами, чтобы сломать его. Мне стоило бы тоже научиться вызывать летающих помощников, подумал Люсин, пока он двигался по кругу, пытаясь сломать магический щит совы с помощью магических ракет. Когда Люсин собирался бросить свой кинжал в эту мерзкую злобную птицу, щит которой почти исчез, Хант снова начал двигаться. Черт! Люсин выругался, когда увидел, что в тот же момент, когда гнилые куски мяса снова начали отваливаться от тела Ханта, с другой стороны из могил вылезли тела. Некоторые из них были скелетами, а другие были частично с гнилой плотью на костях. Все они просыпались и выбирались из черной почвы. Тем не менее, в воздухе появилось даже несколько призраков. Люсин был их целью. Как цунами, они надвигались на него. Сердце Люсина отчаянно забилось. Он опешил на секунду, не зная, что делать, должен ли он сначала убить сову, или разобраться с армией тел и призраков. Внезапно из замка вылетела стрела яркого зеленого света и пробила отверстие прямо в глазу совы. Это было Бетти, за которой следовали Джоанна и Саймон. После убийства всех оболочек, они нашли два драгоценных лука в замке. Когда они бросились на помощь Люсину, они увидели большую толпу ходячих трупов, окружавших Люсина, и жуткую сову, летающую вокруг и нападающую на него. Сова начала кричать и переключила свое внимание на Бетти. В то же время Джоанна пустила еще одну стрелу, которая прошла прямо сквозь другой глаз совы. Когда сова больше не мешала ему, Люсиин в третий раз бросил масло и активировал корону солнца, чтобы противостоять приближающим трупам. Из тела Люсиина вырвался белый священный свет и распространился во всех направлениях. Свет был таким ярким, что осветил половину ночного неба. Подобно мощным волнам, святой свет накрывал скелеты, гнилые тела и призраков. Омытые белым светом, они начали рушиться, превращаясь в груды костей и плоти. Сцена была действительно шокирующей. Мистер Иванс. Мистер Иванс, святой рыцарь. Бетти вскрикнула, это его сила. Осталось всего несколько зомби и скелетов, которые все еще боролись и кричали, лежа на земле, но Хант уже частично восстановил свои силы. Монстр снова открыл рот и был готов бросить еще один взрыв негативной энергии. Однако было слишком поздно для Ханта. Хант, это был голос Кайлин. Она кричала вопила во весь голос. Саймон держал ее, притворяясь, что собирается сбросить ее с окна. Услышав знакомый голос, Хант слегка повернул голову в его сторону и уставился на Кайлин, хотя почти все его сознание уже исчезло. Воспользовавшись шансом, Люсиин бросил большой огненный шар прямо к монстру. Звук взрыва был оглушительным. Охваченный маслом, Хант мгновенно раздулся, издавая отвратительный, липкий, похожий на желеобразный звук, и его гнилая плоть, глазные яблоки и руки оторвало от тела, и они разлетелись по округе. Оставшаяся основная часть Ханта все еще корчилась на земле, словно движущийся факел. Горящие части, оторвавшиеся от его тела, поджигали другие тела и кости на земле. Все кладбище объяло ужасным огнем. Бетти, Саймон и Джоанна были в шоке. Обернувшись, Люсиин кинул кинжал прямо в сову, и оружие пронзило ее голову. Сова упала на землю и больше не могла двигаться, Хант. Кайлин выкрикнула имя мужа и вырвалась из рук Саймона. Она выпрыгнула прямо в окно и сильно ударилась о землю. Волоча ноги по земле, Кайлин медленно ползла к огню из последних сил, когда конечности и куски гнилой плоти, покрывающие Ханта, были сожжены дотла, раскрылся первоначальный облик человека. Обе ноги и одна рука отсутствовали, но его глаза снова были похожи на человеческие. Застанав, Хант пополз к Кайлин, таща оставшееся тело, части которого все еще горели огнем. Люсиин достал стеклянную трубку, наполненную белым пеплом, и вручил ее Кайлин, а затем он перенес Кайлин ближе к мужу. Это. Сердце Кайлин пропустило удар. Удивительно, но пепел в маленькой стеклянной трубке показался ей знакомым, и слезы покатились по ее щекам. Это. Мэри. Голос Ханта дрожал от боли и шока. Кайлин. Это Мэри, наша дочь. Мэри оказалась в ловушке магической завесы. Прежде чем она умерла, она попросила меня отвезти ее домой, коротко объяснил Люсиин. Он не упомянул, что Мэри провела последние дни своей жизни в мире душ, где не было никакой еды, никакого цвета и никакой жизни вообще. Это было слишком тяжело для родителей. Губы Ханта зашевелились, но он не издал ни звука. Потом он заплакал. Магическая завеса. Хант плакал от боли, боли не в его теле, а в сердце, я знал, что это была магическая завеса, она забрала больше 20 лет моей жизни и отняла у меня Мэри. Люсиин молчал, у него было ощущение, что Хант что-то знал об исчезновении Марии, и его догадка оказалась правильной. Кайлин задыхалась от рыданий. Вытащив пробку из трубки, она рассыпала пепел Мэри на грудь и высыпала остальную часть в свой рот. Затем она крепко обняла мужа. Огонь стела Ханта перекинулся на нее. Мистер Иванс, спасибо. По крайней мере, мы смогли воссоединиться перед смертью, сказал Кайлин. Затем она обняла голову Ханта и прикоснулась к его лбу губами, покрытыми пеплом Мэри. Когда Люсиин смотрел на пару в огне, настроение его было тяжелым. Он не знал, что сказать. Мы, мы должны были взять с собой Мэри, мы не должны были оставаться в Бонне. Мы должны, должны были вернуться в Джибути, мой родной город, Ханта обнял Кайлин, явно умирая. Я всегда любила тебя, всегда, сказала ему Кайлин, я люблю тебя и нашу дочь, независимо от того, где мы находились, добавила она тихим голосом. Я тоже, сознание Ханта угасало, я хочу, чтобы я никогда не узнал Мэ. Он не смог закончить свое предложение, высказать свое сожаление. Кайлин закрыла глаза и крепко обняла его, а потом убила себя маленьким кинжалом, который вытащила из своего платья. Когда костер из двух тел сгорел до пепла, холодный ветер задул дым. В небе появились вспышки белого света, которые соединялись в фигуры. В ночном небе появилась фигура маленькой девочки, Мэри, и она все еще была милой. Хант и Кайлин стояли позади нее, хотя их фигуры были совсем размыты. Губы Мэри двигались, но только Люсиин слышал ее голос, спасибо, спасибо, что отвез меня домой. Хаконец, я нашла моих маму и папу. Затем их фигуры снова превратились в проблески света и исчезли на ветру. В то же время, некоторые огни задержались у левой руки Люсиина, и на его коже осталась белая отметка в форме слезы. У Люсиина все еще была защита сопротивления смерти, но он также был окружен гнилым газом, оставшимся от бесчисленных тел вокруг, и он влиял на него. Однако, когда на руке Люсиина появился знак, он сразу почувствовал себя отдохнувшим. Это был подарок от семьи, постоянная защита для Люсиина, в какой-то степени оберегающая его от пагубных последствий, вызванных нежитью. Чтобы найти дополнительную информацию о некромантических заклинаниях, Люсиин решил отыскать некроманческую лабораторию Ханта, которая, по словам Кайлин, должна быть прямо на кладбище. Возберитесь с остальными оболочками в замке. Люсиин обернулся и громко крикнул Бетти, Джоанне и Саймону, мне нужно убедиться, что в лаборатории некроманта нет ничего плохого. Да, мистер Иванс, все трое ответили в один голос, поскольку все они приняли Люсиина за могущественного святого рыцаря, который отвечал за уничтожение злых колдунов по всему континенту. Хотя Люсиин был совершенно уверен, что ни один из них не знал, в чем различие между заклинаниями колдунов и божественной силой, он решил убедиться в этом позже, проверив ум трех своих охранников, используя зачарование человека. Он должен был быть очень осторожным, скрывая свою личность. На дверь лаборатории горящем кладбище было открыто. Казалось, что, когда его эксперимент удался, Хант сразу же вышел из лаборатории, чтобы сообщить Кайлин эту хорошую новость. Хотя Люсиин был относительно готов к тому, что он мог увидеть внутри, когда он действительно вошел в лабораторию, его едва не стошнило, поскольку вся лаборатория была похожа на небольшую скотобойню. Множество человеческих тел лежало вокруг этого места, и большая часть из них были младенцами, маленькими детьми и подростками. Тела были разрезаны на куски, а органы были разложены по категориям на рабочем столе в лаборатории. Стол Ханта находился рядом с операционным столом, на котором было вырезано перевернутое дерево, и это был один из самых известных символов школы-некромантили, перевернутое дерево жизни. На вершине десяти ветвей дерева было десять кругов, но в кругах ничего не было. То, что Люсиину показалось на первый взгляд прямоугольной коробкой, оказалось маленьким гробом. После тщательной проверки Люсиин открыл гроб. К его большому удивлению, там была именно Мэри. Мэри внутри гроба выглядела лет на семь или восемь, и на ее щеках был легкий румянец, как будто она просто спала. Люсиин легко коснулся ее лица, оно было мягким и эластичным. Будучи уверенным, что реальное тело Марии было сожжено до тла им, Люсиин понял, в чем заключался эксперимент Ханта. Целью Ханта, собирающего тела младенцев и маленьких детей, было создание человеческого тела, но, очевидно, он потерпел неудачу. Порывшись вокруг, Люсиин нашел в углу две книги. Одна напоминала заметки, а другая была довольно толстой, и на ее обложке было название «Книга некромантии». Быстро пролистывая и книгу, и заметки, Люсиин сначала сделал их копию в свою духовную библиотеку, а затем начал внимательно читать заметки Ханта. Согласно информации о магической башне, Бонн, этот маленький городок в Арварите, является частью загадочной магической развалины, которая защищена магической завесой, и это, возможно, связано с приблизительным местонахождением нескольких легендарных архимагов. Один из них был известным близким другом некроманта Уэлфрида, пророк Уолдок Маскелин. И я уверен, что там много магических предметов и сокровищ. Бонн еще прекраснее, чем я думал. Жители здесь дружелюбны и традиционны, и девушка по имени Кайлин, она великолепна. Почему я не могу просто найти магическую завесу? Какая это магическая завеса? Интересно, та или это, которая была спроектирована Маскелином лично? Я не могу найти подсказки, даже на фоне пропавших жителей города. Может быть, мне пора сдаться, но я также не хочу отрывать ее от Бонна. Может быть, может быть, я раскрою ей свою истинную личность. У меня теперь есть дочь, я теперь папа. Кайлин и я хотим назвать ее Мэри. Меня не волнуют некромантические заклинания, эксперимент, проведенный совместно Маскелином и Уэлфридом и даже магическая завеса и все эти вещи, теперь нет ничего важнее, чем моя жена и моя маленькая девочка. Мэри пропала три дня назад. Я уверен, что я убил всех диких зверей в округе. Я понятия не имею, куда пропала уйти моя девочка. Я не знаю, было ли это из-за магической завесы? Невозможно, после стольких лет. Это смешно. Моя дорогая Мэри, где ты? Мы так скучаем по тебе. Пожалуйста, пожалуйста, вернись, папа просит тебя. Кайлин плачет каждый день. Я думаю, нам нужно сменить обстановку, чтобы начать жить. И мне снова нужна более подходящая среда для изучения некромантической силы, чтобы узнать, сможем ли мы найти Мэри. Если с ней что-то случилось, я бы мог попытаться вернуть ее к жизни. Барон в тумане, наконец, убил своего сына, чтобы продлить свою жизнь. Теперь мы оба получаем то, что хотим. Он сможет сохранить молодость еще на несколько лет, а я смогу начать свой эксперимент. Почему мое тело начинает смердеть, как труп? Это месть мертвых, я постоянно слышу этот горький плач. Мне нужно торопиться. Когда я стану некромантом среднего ранга, боль в теле больше никогда не будет меня беспокоить. Я не могу этого сделать. Некромант третьего круга, это та цель, которую я никогда не смогу достичь. Я не могу позволить моему телу вот так гнить. Возможно, я попробую ритуал, описанный в книге под названием «Пошив тела». Я могу начать делать тело Мэри. Сделать тело Мэри очень дорого, и я потратил все свои деньги. Хотя я не хочу этого, я должен отдать в залог свой единственный магический предмет, чтобы продолжить эксперимент. В любом случае, если я смогу успешно превратить себя в сшитое тело, я смогу напрямую использовать магические заклинания третьего круга. Мне больше не понадобится этот предмет. Он прислал мне приглашение, рассказывающее о каком-то празднике смерти. Конгрессе магии. Может быть, мне стоит пойти, если мой ритуал окажется успешным. Но где замок Карендия? Мне нужно написать письмо, чтобы спросить. Барон становится все жаднее и жаднее. Теперь он не только нацелился на детей в пределах своей территории, но и ищет новое тело несовершеннолетнего рыцаря, чтобы заменить им собственное тело. О чем он думает? Он считает, что легко найти несовершеннолетний рыцарь. Бред. Когда мой эксперимент будет завершен, я увезу Кайлины Мэри из тумана, прежде чем то, что делает барон, привлечет внимание церкви. Замок Карендия. Я не ожидал, что он окажется там. Глубоко в горах под названием Арон рядом с Корсором. Интересно. Интересно, почему они выбрали такое место? Эта информация действительно удивила Люсиина. Он совсем не ожидал, что найдет информацию о расположении замка в заметках Ханта, и приглашение тоже лежало между этими двумя страницами. Остальная часть заметок была в основном о ритуале пошив тела и о процессе создания тела Мэри. Статистика и записи были ценны для Люсиина. Взяв другую книгу, книгу некромантии, Люсиин пролистал ее. Книгу оставил один из учеников Уэлфрида, легендарный некромант, и он записал большинство некромантических заклинаний и ритуалов, которые мучил Уэлфрид, но там не было ничего о том, как Уэлфрид, будучи уважаемым великим мастером бледности, совершил прорыв и стал легендарным архимагом, что было неудачей для Люсиина. Не найдя других ценных предметов в лаборатории, Люсиин забрал приглашение и покинул это место, а затем поджег лабораторию, спалив ее дотла. Взглянув на бушующее пламя, превращавшее все мертвые тела в пепел, в том числе и тело Мэри, Люсиин медленно обернулся, и множество мыслей заполнило его разум. Древние некроманты считали, что тело человека, умершего до достижения совершеннолетия, является лучшим и самый чистым материалом для проведения некромантических ритуалов и заклинаний, поэтому барон был настолько одержим молодыми человеческими телами. Но зачем Маскилин, великий легендарный волшебник астрологии, стал проводить эксперимент с Уэлфридом, великим мастером бледности, из школы некромантии? Это кажется таинственным и важным едва. Люсиин вошел отпадно в замок барона, он увидел в коридоре Джоанну, которая шла к нему с великим мечом в руках с. Лорд Иванс, Джоанна проявила к нему глубокое уважение, все оболочки здесь устранены. Ха самом деле, она в какой-то мере была расстроена тем, что Люсиин вовлек их в это опасное сражение, даже не сказав им, что их ждет. Собственно, даже сам Люсиин не ожидал такой ожесточенной борьбы. Люсиин кивнул Джоанне и спросил ее спокойно, в замке еще были живые, кроме Марса, все в порядке? Джоанна не могла легко высказать свою неудовлетворенность Люсиину, но она серьезно ответила, кроме мистера Марса, в замке нет ни одного живого, они все оболочки. Саймон разбирается с каким-то хаосом, происходящим в тумане прямо сейчас. Возможно, суматоха была вызвана какой-нибудь сбежавшей оболочкой. Мистер Марс и Вайс все еще прячутся в кладовой. Бетти тошнит в ванной. Что случилось? Левая рука Люсиина схватила горстку литейного реагента. На лице Джоанны появилось отвращение. Мы нашли кое-что на кухне, похоже, это был обед, которым мы собирались насладиться. Это была гнилая плоть, глазные яблоки, языки, пальцы, все покрыты личинками. Когда она описывала это, ее тоже затошнило. Люсиин кивнул. Казалось, что барон собирался подавать им пищу с трупным ядом, чтобы сначала им стало плохо, прежде чем он раскрыл бы свои реальные намерения. Под прикрытием магии простые люди не увидел бы, что это за еда, но когда наложивший на нее заклинание погиб, маскировка тоже исчезла. Понятно, спасибо, Джоанна. Люсиин сделал шаг вперед к Джоанне и сказал ей тихим голосом, пожалуйста, не называй меня господином, у меня нет никакого звания. Джоанна невольно подняла глаза и прямо поймала зачаровывающий взгляд Люсиина. В ту же секунду сознание Джоанны провалилось в сон, где были бесчисленные блестящие звезды. Да, мистер Иванс, послушно ответила Джоанна. Люсиин проверил ее воспоминания о битве, в которую они оказались вовлечены, и не нашел ничего, что могло бы раскрыть его личность, но он все же внес некоторые крошечные корректировки в память Джоанны. Я в порядке. Иди, найди Саймона и помог ему, Джоанна. Ты можешь это сделать? Люсиин отменил заклинания, воздействующие на нее. Джоанна внезапно вздрогнула, и ее щеки немедленно покраснили. Она не могла поверить, что она просто стояла там, молча пялись на лицо мистера Иванса, и чувствовала, что он такой очаровательный, что она просто не могла отвести от него взгляд. Конечно, да, конечно. Я сейчас пойду. Джоанна быстро коснулась своего лица руками и развернулась, направляясь к воротам замка. После того, как Джоанна ушла, Люсиин скорректировал память остальных людей одного за другим и уничтожил любые свидетельства применения магии во время боя в комнате барона. Под тусклым светом горящих свечей, расположенных вокруг гостиной замка, Люсиин сказал Саймону, Бетти и Джоанне. Спасибо, что помогли Туману, и, конечно же, спасибо, что помогли мне. В качестве компенсации примите одну десятая часть богатства барона, а я возьму одну треть. Остальные его вещи должны быть переданы виконту Стэнли и церкви. Люсиин все еще хотел сохранить в рыцаря, и именно поэтому он не забрал все вещи барона себе. Кроме того, он также чувствовал небольшое сожаление, что он вовлек своих охранников в гораздо большую опасность, чем то, с чем они обычно сталкивались. Дом барона на самом деле не был заполнен драгоценностями и золотом, как думали многие люди. За исключением замка, усадьбы и земли, принадлежавшей к Сабиара, у барона осталось только шестьдесят фееров и великий меч второго уровня необычайного качества под названием Пок, так как Хабиара пришлось оплатить расходы на эксперименты Ханта, покупать младенцев и детей, сохраняя при этом свой роскошный образ жизни и оплачивая разные вещи, чтобы скрыть свое греховное поведение. Это примерно шесть фееров, глаза Саймона сияли от волнения. Нет, должно быть двадцать фееров, поправил его Люсин, что это, это слишком много, мистер Иванс, как это так, воскликнул Саймон. Согласно конвенции, ценность великого меча Рока должна считаться по полной стоимости. Я сказал бы, что меч стоит около 140 фееров, исходя из его уровня, объяснил Люсин. Хотя он и подумал о том, чтобы забрать меч себе, оказалось, что меч был слишком тяжелым для Люсина. Большое спасибо, это так великодушно, милорд, выпалила Джоанна с большой улыбкой на лице, хотя я знаю, что мы мало помогали, нам всем нужны деньги, чтобы получить официальное обучение рыцарей, особенно Бетти. Двадцать фееров были определенно большим количеством денег для них, весь доход Джоанны, Саймона и Бетти за весь год даже не близко не приближался к десяти феерам. Люсин улыбнулся и кивнул. После того, как они убрали деньги в свои карманы, Люсин сказал им. Я могу научить Бетти некоторым навыкам рыцаря, прежде чем мы доберемся до корсора, и вы тоже сможете посмотреть. С одной стороны, Люсин высоко оценил их помощь, а с другой стороны, когда церковь допросит их, а это, скорее всего, произойдет, учитывая, что он убил барона. Информация, что он хоть что-то знает о официальном обучении рыцарей, может помочь скрыть его реальную личность. В самом деле, Бетти была так взволнована, что она почти визжала. Большое спасибо, мистер Иванс. Джоанна и Саймон были очень удивлены щедростью Люсина. Если не повторять спасибо Люсину снова и снова, они не знали, как еще выразить свою благодарность. Люсин махнул рукой. Я на самом деле не святой рыцарь и даже не благородный. Однажды я служил принцессе, и моя сила в основном исходит из моих божественных предметов и магических предметов, подаренных принцессой. Это на самом деле не моя сила. Надеюсь, вы трое сможете сохранить мою силу в секрете, чтобы избежать ненужных неприятностей. Конечно, мистер Иванс, ответили они. Очень хорошо, Люсин кивнул и сказал им, борьба была напряженной, и мне нужно немного отдохнуть. Не позволяйте никому беспокоить меня сегодня вечером, пожалуйста, это касается даже вас троих. Я постараюсь вернуться к завтрашнему утру, и утром мы отправимся в Вульфтаун, чтобы сообщить церкви. Все жрецы здесь, в тумане, были превращены в оболочки некромантической силой ханта, поэтому им нужно было посетить соседний город, чтобы найти там священников. Да, мистер Иванс, весело ответили трое охранников. Ночь становилась темнее. Лежа в постели в одной из комнат этого ужасного замка, Люсин оставался довольно спокойным и задумчивым. Теребя в руках приглашение, которое получил хант, Люсин планировал что-то важное сегодня вечером. Сравнив приглашение в руке с тем, которое он хранил в своей духовной библиотеке, отданным Крисом, Люсин заметил, что единственная разница между ними заключалась в том, что на первом приглашении был маленький символ перевернутого дерева жизни, а на втором черная гексограмма. Его догадка заключалась в том, что символы соответствовали идентификаторам приглашенных для обеспечения безопасности. Черная гексограмма представляет собой ученика-колдуна, а перевернутое дерево – некроманта. Тогда как я могу туда попасть, размышлял про себя Люсин. На самом деле у Люсина был план, но план был настолько рискованным, что он не мог решиться на него сейчас. Кроме того, Люсин был почти уверен, что время и расположение этого собрания будут изменены после смерти ханта. В конце концов, он был некромантом второго уровня, который получил официальное приглашение. И это означало, что Люсину нужно было найти подсказки как можно скорее, или он точно пропустит сбор. Сделав еще одно предсказание на своем хрустальном шаре, результат был очень размытым и совсем не помог. Брови Люсина нахмурились. Он знал, что снова должен был рискнуть. Хотя экипажу требовалось больше семи дней, чтобы добраться до корсара из тумана, если он отправится по прочной горной дороге, срезав путь через леса и скалы с использованием скорости рыцаря, он сможет сэкономить много времени, и Люсин был уверен, что сможет добраться до замок Карендия за три часа сам по себе. Открыв свой чемодан, Люсин надел черную мантию, а затем выскочил из замка через окно. Но недалеко от Азипанак садился старый замок, покрытый толстыми лозами, он возвышался рядом с обрывистым утесом, а башни величественного замка были такими высокими, что они были похожи на старые, громадные кедры в темноте. Глядя на замок издалека, Люсин глубоко вздохнул и надел на левую руку ледяного мстителя и Мо, кольцо, которое когда-то принадлежало матери Наташи. Он осторожно повернул слово Мо, высеченное на кольце, к внутренней стороне его руки. Перед неизвестными опасностями, могущественными и таинственными колдунами и некромантами, Люсину нужно было использовать все, что можно, чтобы защитить себя. Пытаясь оставаться сосредоточенным, Люсин был готов бросить заклинание в любую секунду. Поэтому он медленно вышел из-за большой скалы, где он прятался и направился к мрачному замку. К солодной ночной ветер отгонял июньскую жару в этот день, и вокруг было тихо, не считая пения сверчков. Люсин благополучно подошел к толстым деревянным воротам, ведущим в замок. Подняв руку, Люсин постучал в ворота. Через некоторое время огромные ворота медленно открылись. Люсин услышал грубый звук от трения дерева о землю. Хотя ворота, казалось, были слишком тяжелыми, даже чтобы их смогли открыть двое, а то и трое взрослых мужчин. Пожилой человек в белой рубашке и черном костюме легко отворил дверь и сказал Люсину на общепринятом континентальном языке. «Кто вы, сэр? Почему вы здесь?» Увидев, что человек, открывший ворота, не попытался сразу же убить его, нервозность Люсина немного ослабла. Поэтому он опустил голову и вежливо сказал старику. «Вы, должно быть, управляющий замком, сэр. Приятно познакомиться. Я колдун, путешествую сейчас по Джибути». Люсин немного помолчал и быстро взглянул на выражение лица старого управляющего, а затем продолжил серьезно. «Группа разбойников пыталась ограбить меня на подъезде к городу Драконий Зуб, и я убил их всех. Что меня удивило, так это то, что я нашел письмо у одного из разбойников, приглашение для всех колдунов, некромантов и учеников собраться, чтобы присоединиться к празднику смерти и встретиться с колдуном из штаб-квартиры Конгресса магии. Бровь старого управляющего слегка поднялась, но он ничего не сказал, не ответил, как будто он все еще ждал дальнейших объяснений Люсина. «Я знаю, что неправильно просто заявиться в замок, но мне очень повезло, потому что ученик, который, к сожалению, подвергся нападению разбойников, оставил запись о нахождении замка Каренди и на приглашение, иначе мне никогда не удалось бы найти путь сюда. Прошу простить мою дерзость», — вежливо продолжил Люсин. «Могу я узнать, какой символ на приглашении?» Старый управляющий оставался вежливым, как будто он разговаривал просто с каким-то случайным путешественником, а не со злым колдуном. Хотя Люсин знал, что старый управляющий, возможно, не может видеть его лицо под капюшоном, он продолжал улыбаться. Черная гексограмма. Старый управляющий слегка кивнул. «Я должен сообщить моему господину, гость». Держа белый подсвечник, старик развернулся и постепенно исчез в темноте. Люсин вежливо ждал там же, где он был, не сделав ни единого шага. Через некоторое время, когда вернулся старый управляющий, он кивнул Люсину. «Хорошо, вы очень вежливы, гость. Знаете, что такое уважение?» Люсин положил левую руку ему на грудь и слегка поклонился. «Спасибо, что простили мою дерзость, сэр. Виконт Карендия хочет встретиться с вами в кабинете. Следуйте за мной, пожалуйста, управляющий напомнил Люсину. Следуйте прямо за мной, гость. Не потеряйтесь в темноте, это опасно». Затем он снова развернулся, чтобы показать Люсину путь. Следуя за старым управляющим, Люсин потел от нервозности. Его звезда судьбы, его собственная интуиция, а также меч тревога молча предупреждали его, что в темноте скрывается множество опасных и таинственных вещей, особенно когда Люсин только вошел в замок, и ворота за ним закрылись. Люсин чувствовал, что темнота в замке была в каком-то смысле живой, и это заставляло его тело покрыться мурашками. Однако Люсин решил промолчать и не задавать вопросов, а просто следовать за старым управляющим. Когда Люсину уже немного надоело брести в темноте в течение весьма долгого времени, старый управляющий остановился и протянул руку в темноту. Он подтолкнул руку и открыл дверь. Как только дверь открылась, из нее ударил яркий желтый свет и прогнал темноту в этом районе. Пожалуйста, гость, старый управляющий слегка поклонился и вежливо отошел, позволяя Люсину первым войти в комнату. Большое спасибо, сэр, Люсин кивнул, а затем без колебаний вошел в комнату. Темно-желтый ковер на полу кабинета был толстым и роскошным. Даже вешалка для шляп была позолочена. Стол, книжный шкаф и кресло были сделаны из драгоценного розового дерева. Судя по многим деталям оформления комнаты, Люсин мог сказать, что хозяин этого места стремится к экстравагантности. На красном диване перед журнальным столиком сидел молодой человек в черной рубашке и красном пальто. У него были светлые волосы, глубокие глаза и очаровательная улыбка. Линия его подбородка была заостренной. Это выглядело красиво и мужественно. Приятно познакомиться, мистер колдун. Светловолосый молодой человек поприветствовал его, не вставая с дивана. Мой лорд, пожалуйста, придерживайтесь благородных манер. Старый управляющий быстро подошел к молодому дворянину и прошептал ему на ухо, чтобы напомнить ему о необходимости соблюдать манеры. Приятно познакомиться, Виконт Карендиа. Спасибо, что согласился встретиться со мной. Люсин слегка поклонился. Видишь, гость не против, что я сижу, Виконт повернул голову к управляющему и улыбнулся. Успокойся, Нит. Если бы граф был здесь, он был бы вашим образцом элегантности и благородства. Тихо пробормотал старый управляющий, а затем встал за Виконтом. Ох, да брось. Я даже не помню моего дедушку. Как я должен учиться на его манерах? Виконт немного потер лоб. Затем он указал на диван рядом с собой и сказал Люсину, пожалуйста, сядь. Нит рассказал мне, как ты здесь оказался, но я должен убедиться, что ты не шпион церкви. У церкви есть куча колдунов, которые сдались им. Даже когда говоря о том, что Люсин может быть шпионом церкви, Виконт все еще выглядел довольно расслабленным. Церковь никогда не увидит меня своим шпионом. Люсин выдал Виконту ответ, который подготовил заранее. У меня есть псевдоним «Профессор». Профессор, ты и есть тот самый профессор 359 в списке зачистки. Карин Диав стал, выпрямился и серьезно спросил его. Виконт понимал, что все имена в списке скрывают за собой сильных существ. В него ходили все великие арканисты, легендарные архимаги, великие кардиналы севера, древние драконы, предки вампиров, принц оборотни, королевская семья кота и лидеры ереси. Причина, по которой он отметил профессора в списке, заключалась в том, что этот таинственный колдун был единственным, чья сила была ниже силы сияющего рыцаря. Люсьин облегченно вздохнул, чувствуя, что ему повезло, что Виконт действительно знал его псевдоним, что в принципе имело смысл, потому что, будучи дворянином, он должен был иметь доступ к этому списку. Да, я профессор, Люсьин кивнул, я только вернулся из-за льто. Чем ты это докажешь? У Карин Ди появилась хитрая улыбка на его лице, даже меня нет в списке. Твоя сила должна быть очень впечатляющей. Как ты хочешь, чтобы я доказал свою силу, взорвать одну или две твои вазы в этой комнате? Люсьин, сидевший на диване, спросил полушутя. Ха, лучше не надо, Виконт рассмеялся. Я слышал, что ты создал уникальную магию, которая может целиком разрушить дом. И я знаю, что даже в штаб-квартире Конгресса магии никогда не было зарегистрировано подобного заклинания. Я могу продемонстрировать это тебе, Люсьин пожал плечами и указал на пол замка. Но здесь, как хочешь, Виконт откинулся на диване, слегка прищурив глаза. Люсьин подошел к стене и положил на нее обе руки. Потратив немного времени на вычисление возможного диапазона частоты колебаний замка, Люсьин послал магические волны к стене и дождался, пока волны отскочили обратно, чтобы получить более точную информацию о частоте вибрации всего этого места, чтобы настроить скорость волн, которые он собирался послать. Вскоре старый замок начал дрожать. Хотя вибрацию, очевидно, было легко заметить, ее было недостаточно, чтобы уничтожить весь дом. Люсьин догадывался, что этот старый замок был защищен множеством могущественных магических кругов, поэтому колебание профессора не могло нанести ему никакого урона. Прежде чем Люсьин почувствовал себя смущенным, Виконт хлопнул в ладоши позади него. «Достаточно, профессор, сейчас я не могу позволить себе такой же новый замок». Воспользовавшись шансом, Люсьин убрал руки со стены и обернулся. «Значит, это подойдет вместо пропуска?» «Конечно, Карин Диа позволил Люсьину вернуться на диван, ты уже знаешь время и место нашего сбора, профессор, я могу попросить Неда сделать еще одно приглашение для тебя». «Было бы здорово», – Люсьин кивнул, что, если будут какие-то изменения во времени или месте проведения, как я узнаю, пока Нед, стоявший за Виконтом, отошел к столу, чтобы сделать новое приглашение, – Виконт Карин Диа сказал Люсьину. «У нас есть два секретных места в Корсере, чтобы колдуны оставляли зашифрованные знаки и сообщения для обмена информацией. Информация о любых изменениях будет оставлена там». Рассказав, где находятся эти два места и как расшифровать знаки Люсьину, Виконт Карин Диа улыбнулся ему. «Я с нетерпением жду твоего присутствия, профессор. И если бы ты смог приехать на день раньше, хотя я понимаю, что ты, должно быть, очень занят, у тебя могло бы быть больше времени, чтобы обменяться идеями и мыслями с мистером Филиппи из штаб-квартиры Конгресса магии. В конце концов, вы оба молодые парни. Вам, молодым людям, нужно больше времени проводить вместе, чтобы добиться совместного прогресса. Нам, молодым людям, посмотрев на Виконта, Люсьин смутился. «Да, конечно, я могу почувствовать энергию молодости в твоем теле, мистер профессор». Уголки губ Виконта приподнялись целожизни. «Я никогда не ошибаюсь. С тех пор, как мистер Дуглас определил Аркану, Конгресс магии оживился, словно молодой человек, полный надежды и жизненной силы. Множество выдающихся молодых колдунов и арканистов дали новую жизнь съезду. Это прекрасно». Люсьину было непонятно, почему Виконт говорил так, будто он старше и опытнее, ведь Карендио все еще был очень красивым и энергичным. Но из-за того, что Виконт мог почувствовать юную силу жизни, Люсьин предположил, что дворянин мог быть мощным вампиром, поскольку чувствительность к жизненной силе была известна как уникальное преимущество этой кровожадной расы. «Мне хотелось бы, хотя я никогда не слышал имени мистера Филиппи, я с нетерпением жду встречи с ним». Люсьин не показывал своих подозрений в отношении личности Виконта и продолжил довольно сдержанно и осторожно. «К сожалению, у меня есть свои личные дела, разобраться с которыми нужно за день до сбора, поэтому, боюсь, я не смогу встретиться с господином Филиппи заранее». Люсьин не был уверен в том, как Филиппи отнесется к нему как к профессору, поэтому он предпочел бы получить больше практической информации из собрания, например, узнать, кто был связующим звеном Конгресса магии в Штурке. «Что ж, жаль, но я уверен, что тебе обязательно понравится собрание», Виконт вручил ему приглашение. «Вот твое, мистер-профессор». Люсьин быстро взглянул на приглашение и заметил, что его собственным символом на нем была черная шляпа. «Я ценю это», Виконт встал и слегка поклонился. «Кажется, мне пора уходить. Уже очень поздно. Прошу прощения, что я пришел в такой поздний час. Не беспокойся. Мой день только что начался», Виконт небрежно махнул рукой. «После того, как Люсьин ушел, старый управляющий Нит спросил у своего лорда смущенным тоном. «Мой господин, почему вы позволили ему присоединиться к сбору? Простите. Я имею в виду, можем ли мы действительно быть уверены, что он профессор», основываясь на одном этом странной заклинании. Заклинание было просто частью этого. Виконт Карендио стоял около окна и смотрел на сияющее в лунном свете озеро. То, что убедило меня уверенным в том, кто он, было кольцом, который он носит. Кольцо переспросил Нит. Обычное, на левой руке, Виконт слегка улыбнулся ему, хотя кольцо уже потеряло свою силу, и никто не знает, как оно выглядело изначально. Я узнаю материал кольца. Оно изготовлено из сплава семи элементов. Только Королевская магическая академия холма и воля элементов могут производить этот сплав. Итак, этот мистер-профессор должен быть на их стороне, я предполагаю. Тогда я еще меньше понимаю, зачем вы, мой лорд, позволили ему присутствовать на собрании. Старый управляющий выглядел удивленным, воля элементов и пука бледности, просто ради веселья. И почему-то он пах немного знакомо, Виконт слегка нахмурил брови, а затем повернулся в другую сторону. Что ты думаешь насчет заклинания, которое только что показал профессор Аморис? Низкий и пустой голос с эхом зазвучал ниоткуда. Что-то вроде звуковых волн, не уверен. Он постоянно настраивал частоту вибрации, и вибрация была совершенно уникальной. Мне было немного щекотно. Люсиин использовал методы, скрывающие его следы от возможных преследователей, которым его научила Наташа, поэтому ему понадобилось еще 30 минут, чтобы вернуться в замок и пробрался в него с помощью заклинания первого круга «Свет тьмы». Это было заклинание, которое могло создать особую зону тьмы. Люди внутри темной зоны могли видеть то, что происходило снаружи очень хорошо, в то же время люди снаружи не видели, что было в темноте. В комнате для гостей Люсиин снял кольцо, подаренное Наташей, и спрятал его. Затем он сжег приглашение ханта, прежде чем лечь спать. Утром следующего дня они покинули замок, направившись в корсор. Сидя у окна в экипаже, Люсиин рассказывал о некоторых методах стандартного обучения рыцарей, которые он подчеркнул в основном из разговоров с Джоном и уроков Наташи. В отличие от того, как Бетти представляла обучение рыцарей, объяснения были довольно скучными и кропотливыми, и даже Джоанна и Саймон, которые тоже слушали инструкции Люсиина, с трудом справлялись с этим. Однако из-за восхищения великой силой мистера Ивана, они решили, что они должны выдержать подготовку. Ранним вечером они уже подъезжали к Вульфтауну, когда мы отчитаемся перед церковью, сказал Саймон Люсиину немного эмоционально, легенда барона Хабиара разрушится. Я знаю, что это разочарует тех людей, которые считают барона своим кумиром, но те молодые жизни, которые он загубил, заслуживают, чтобы правду о их смерти раскрыли, сказал Люсиин. Три часа спустя, в исповедальне местной церкви, проверив все документы Люсиина, Арнольд, третий епископ из Корсора улыбнулся ему. Трудно представить, что талантливый музыкант Люсиин Иванс также является могущественным рыцарем, очень удивительно. До этого он даже попросил Люсиина сыграть патетическую, чтобы доказать свою личность. Теперь у епископа не было никаких подозрений в отношении Люсиина. Мое благословение пробудилось от зелья, которым принцесса вознаградила меня, но у меня нет никакого благородного титула, Люсиин слегка покачал головой, и я не думаю, что смог бы выжить, сражаясь против барона и некроманта, если бы у меня не было меча и мощных предметов, подаренных принцессой, не говоря уже о том, чтобы убить их. Щедрость принцессы вызывает зависть, многозначительно, сказал Арнольд. Два магических предмета, один божественный предмет, два необычайно качественных оружия. Эти вещи почти могут конкурировать с коллекцией Виконта Стэнли. Епископ был почти уверен, что слухи правдивы. Люсиин Иванс, молодой талантливый музыкант, был тайным любовником принцессы герцогства Эрварит. Когда пасторы в Вульфтауне услышали рассказ Люсиина и отчет охранников о том, что произошло в замке барона Хабиара, они были совершенно потрясены и немедленно отправили своих почтовых птиц, чтобы проинформировать собор в Корсере. Затем, используя какой-то божественный портал, епископ третьего уровня Арнольд вместе со своими двумя пасторами и четырьмя ночными смотрителями отправился в Вульфтаун, чтобы разузнать о случае барона. Допрос шел отдельно, и Арнольд был ответственным за допрос Люсиина. Слова Люсиина после тщательной проверки не показались епископу подозрительными, и то, что рассказал Люсиин, также подтверждали его охранники. Теперь последний этап работы епископа заключался в том, чтобы написать для кардинала герцогства Джебути отчет о том, как Люсиин убил барона и некроманта. «Мистер Иванс, могу я взглянуть на твои магические и божественные предметы, которые помогли тебе убить барона и некроманта?» спросил Арнольд. «Конечно», — ответил Люсиин. Он протянул левую руку и показал епископу, это кольцо, которое может выстреливать ледяными лезвиями. И это браслет, именно он создает огненные шары и огонь. До этого Люсиин окрасил свой браслет и кольцо с специальным растением, на случай, если церковь узнает их. Увидев, что Люсиин не собирается снимать кольцо и браслет, епископ тоже не стал просить об этом. Арнольд просто проверил два предмета на расстоянии своими волнами веры, что в принципе было то же самое, что и духовная сила, чтобы увидеть, была ли внутри сила, как сказал Люсиин. Затем Люсиин достал амулет, скрывающийся под рубашкой, Хаймым. Ранняя стадия войны за рассвет, похожий на стиль этого периода времени, глаза Арнольда мгновенно засветились, когда он увидел амулет, я думаю, что только семьи с длинной историей, такие как семья Сиреневая семья, могут обладать ими. Глаза Люсиина слегка прищурились от замешательства от связи Маскелина и церкви, но он знал, что это определенно неподходящее время для расследования. Он выдавил непринужденную улыбку и положил на стол тревогу и кинжал, тревога подарен принцессой, а кинжал от второго темного рыцаря, убитого принцессой. Да, я вижу герб на мече, Арнольд кивнул. Он снова проверил их, а затем сказал Люсиину, ну, я думаю, мы закончили. Я чувствую, что ночные смотрители вернулись, и после нашей проверки ты сможешь идти, мистер Иванс. Люсиин терпеливо ждал в комнате епископа. Через десять минут епископ вернулся с улыбкой. Нет проблем. Теперь все ясно, мистер Иванс, хотя очень жаль, что лаборатория некроманта была сожжена твоими огненными шарами во время боя, иначе мы могли найти больше информации. Люсиин кивнул, чтобы быть вежливым, но ничего не сказал, а это вознаграждение от церкви. Если бы не твоя храбрая битва, мистер Иванс, больше невинных жертв в тумане пострадали бы. Ты внес большой вклад в чистоту церкви. Ты можешь сейчас идти, мистер Иванс. Епископ передал Люсиину крестообразную брошь, которая была не настоящим божественным предметом, а просто обычным подарком за признание заслуг Люсиина. Люсиин был почти удивлен. Церковь давала награду колдуну, колдуну, который был в их списке зачистки. Разве это не иронично? В подвале аббатства в Альто не было света и звука. Камил медленно открыла дверь подвала, не издавая шума, и вошла в комнату. Когда она увидела принцессу, которая, одетая только в черное, стояла на коленях на полу и молча молилась, Камил почти разрыдалась. Принцесса выглядела изможденной. Ее практика здесь заключалась в том, чтобы погрузиться в крайнюю темноту и тишину, чтобы укрепить ее волю. Что я могу сделать для тебя, ваша светлость? Камил глубоко вздохнула и подошла к Наташе. Медленно подняв голову, Наташа улыбнулась. Ты принесла бумагу и перо, тетушка Камил. Да, как ты и просила, Камил передала вещи принцессе. Наташе потребовалось немного времени, чтобы с усилием написать что-то на бумаге. Наконец она закончила письмо. Затем она осторожно сложила бумагу и отдала ее Камил. Пожалуйста, отнеси это мистеру отелла. В обед, семь дней спустя, в Корсере. Нам нужно отправиться в ассоциацию музыкантов, сказали Вайс и Марс, Люсиену и его охранникам. Ты можете навещать нас в любое время, мистер Иванс. Могу ли я пойти с вами? Люсиен улыбнулся. У меня есть кое-какие личные дела с ассоциацией. Было бы здорово, если бы вы двое могли показать мне дорогу. Не проблема, Вайс и Марс усмехнулись. Люсиен планировал отправить письма Джону и Наташе оттуда. Могу я получить билет на твой концерт? С волнением спросила Бетти Байса. Конечно, нет проблем, Бетти. Благодаря твоей защите, я все еще могу провести концерт, Вайс улыбнулся. Даже если бы ты не спросила, я бы все равно пригласил вас в секс. Затем Вайс вежливо повернулся к Люсиену. Могу я спросить, зачем тебе нужно в ассоциацию, мистер Иванс? Я имею в виду. Если я могу помочь, пожалуйста, не стесняйся попросить. Да, пожалуйста, Марс тоже кивнул Люсиену в знак благодарности. Когда он вспоминал о том, сколько времени он провел с этими грязными оболочками и злым бароном в замке, пот все еще бежал с его лба. Поэтому он был очень благодарен Люсиену, спасшему ему жизнь. Бетти, Цеймон и Джоанна были не только взволнованы приглашением Вайса, но и немного удивлены, что этот находчивый мистер Иванс даже имел какую-то связь с ассоциацией музыкантов. Благодарю вас, мистер Вайс, и спасибо, мистер Марс, Люсиен вежливо кивнул головой, я собираюсь в ассоциацию не для чего-то особенного, просто отправить письма моим друзьям. В конце концов, филиалы ассоциации музыкантов по всему континенту имеют самую быструю связь между странами, и отправка писем через ассоциацию всегда занимает меньше времени, чем через обычного посыльного. Хотя в этом мире были посыльные, здесь не было удобной почтовой системы, особенно между разными странами. Обычные люди могли полагаться только на караваны и путешественников для отправки писем. Марс улыбнулся и кивнул. Это действительно так. Хотя ассоциация определенно не откажет помощь рыцарю, служащего принцессе в герцогстве, орварит, они все равно возьмут с тебя много денег. Более того, они не отправят Харфмейра для доставки твоих писем, мистер Иванс. Харфмейра, что это такое? Спросил Люсиен. Он никогда не слышал этого названия раньше. Харфмейр особый вид орла, выведенного в Джибути. Эти огромные, мощные существа после обучения являются лучшими птицами доставки и известны своим отличным ориентированием на местности. Им нужно всего 10 дней, чтобы совершить кругосветное путешествие между Корсором и Альто. Вот почему Ассоциация музыкантов в Джибути всегда получает последние выпуски музыкальной критики из симфонических ховостей каждый месяц всего за 5-7 дней, объяснил Марс, старый музыкант. Если ты не возражаешь, я могу попросить кого-нибудь знакомого помочь тебе отправить твои письма орлами, мистер Иванс. Спасибо большое и конечно, я буду рад, мистер Марс, я отправляю свои письма всего лишь вальто, Люсиен кивнул. Ему стало жаль, что он пропустит последние газеты и не сможет найти какую-нибудь информацию о Наташе и Викторе, так как он уже уедет из Корсора до того, как появятся газеты. Это честь для меня, мистер Иванс, Марс улыбнулся. Когда Люсиен собирался заплатить Саймону, Джоанне и Бетти зарплату за последний день, Бетти весело сказала Люсиену. Я думаю, что еще не время расставаться, мистер Иванс. Затем она обратилась к двум музыкантам. Мистер Вайс, мистер Марс, могу ли я тоже посетить эту ассоциацию? Хотя оба, и Вайс, и Марс были немного удивлены, они быстро улыбнулись и кивнули. Конечно, если хочешь, мистер Саймон, миссис Джоанна. Не хотите тоже поехать? Спросил Вайс. Ну, да, конечно, хотя Джоанна была немного озадачена решением Бетти, ей тоже было любопытно посмотреть на ассоциацию. Хотя Корсор был крупным городом в центральной южной части континента, он был примерно в пять раз меньше Альто. Архитектурный стиль четырехэтажного здания ассоциации музыкантов был старше и проще, чем тот, что использовался в Альто. Кроме того, охранники здесь были также более строгими, чем охранники ассоциации Вальто. Стоя перед железными перилами, они не пускали никого из чужаков, если посетитель не был каким-нибудь известным музыкантом, как Марс. Один из охранников был отправлен мистером Марсом сообщить директору ассоциации, потому что приехал мистер Вайс, приглашенный музыкант. Большое количество красивых хрустальных украшений, огромные картины разных известных музыкантов, мягкие темно-красные ковры и яркое и просторное помещение вместе представляли собой зал ассоциации музыкантов в Корсере. Пока Бетти, Джоанна и Саймон с любопытством оглядывались, появился мужчина средних лет, одетый в черные, а за ним несколько его коллег, чтобы поприветствовать их. Приятно познакомиться, мистер Вайс. Большое спасибо за то, что ты здесь в Корсере и приветствуешь меня. Я директор ассоциации и мое имя Каспар. Это мои коллеги и некоторые из наших музыкантов. Каспар с большой страстью пожал руку Вайса. В конце концов, Вайс был известен как один из самых талантливых молодых музыкантов в герцогстве. Вайс, наоборот, оставался довольно спокойным. Благодарю вас, мистер Каспар. Вы уже заставляете меня чувствовать страсть города. Музыканты, пришедшие с Каспаром, тоже окружили Вайса, приветствуя его с той же страстью и рвением. Они даже начали обмениваться своими идеями о музыке прямо в зале и обсуждать репертуар, который Вайс готовит к концерту. Люсиин, Марс, Бетти и остальные были просто проигнорированы. Вау! Это так здорово! Несмотря на то, что ее игнорировали, Бетти не обращала на это внимания. Ее глаза сияли, мне очень нравится видеть, как они обсуждают такую музыку. Когда мы пробудем благословение, пробормотала Джоанна мужу, мы вернемся в наш родной город, и нас встретит так же тепло. Все любили уважение, и Саймон не был исключением. Он серьезно кивнул. Я буду следовать советам мистера Иванса и придерживаться своей практики. Люсиин обменялся улыбками с Марсом. Мистер Марс, я пойду к прилавку, чтобы написать свои письма. Сможешь помочь мне? Я пойду с тобой, поговорю с Кристи, сказал Марс, указав на 17-летнюю черноволосую девушку, которая стояла на цыпочках с вытянутой шеей, пытаясь рассмотреть молодого и талантливого музыканта Вайса, который сейчас был окружен толпой людей. Кристи, Марс позвал девушку по имени, когда они подошли к стойке. Девушка не обернулась и махнула рукой. Подождите, я сейчас занята. Кристи, это я, Марс. Он кошленул пару раз, чувствуя, что это немного забавно. Ах, извините, мистер Марс, надо вас видеть. Я могу что-нибудь сделать для вас, заметив, что перед ней стоит известный музыкант. Она быстро встала и нервно спросила. Марс только что выжил в борьбе с оболочками и теперь был в очень хорошем настроении, поэтому невежливость девушки не беспокоила его. Марс указал на Люсиена, предоставьте мистеру Ивансу какую-нибудь бумагу, перо и конверты. Когда он допишет свои письма, отправьте посыльного орла как можно скорее в ассоциацию музыкантов вальто. Орлу нужно много мяса. Отправка орла очень дорогая, Кристи протянула Люсиену ручку, бумагу и конверты, шепчу. Не твое дело, лицо Марса выглядело серьезным. Кристи быстро открыла рот на секунду, но ничего не сказала, а затем она достала стопку газет. Мистер Марс, вам нужен последний выпуск музыкальной критики и симфонических новостей, свежие. Люсиен, который собирался писать письма, поднял голову и спросил в один голос Марсом. Кристи кивнула, выпуски за этот месяц были опубликованы раньше, и вчера их привезли в Корсор, могу я получить по одному каждого? Люсиен достал феер, на другой стороне Заловайс тоже заметил их разговор и подошел к ним с местными музыкантами. Прекрасная леди, могу ли я получить газеты, и я оплачу газеты для мистера Марса и Иванса. Хотя Бетти, Джоанна и Саймон не были грамотными, услышав название двух самых известных газет, они также подошли к прилавку из любопытства. Нет проблем, мистер Вайс, сказал Кристи. Покраснев, она передала газеты Вайсу, а затем Марсу и Люсиену. Вайс быстро взглянул на газету и с изумлением сказал, мистер Люсиен Иванс написал еще одну часть сонаты для фортепиано. Да, я читал об этом вчера, Каспар кивнул и похвалил, хотя была опубликована только первая часть, это было так же прекрасно, как сладкий сон. Люсиен был очень смущен, когда он успел выпустить новую сонату. Почему он сам понятия не имеет об этом? Открыв свежую музыкальную критику на второй странице, Вайс начал читать музыкальные ноты, напевая мелодию мягким и нежным голосом. Сразу же, услышав знакомую мелодию, Люсиен узнал первую часть лунной сонаты и понял, кто издал сонату за него. На лице Люсиена появилась улыбка. Эта фортепианная соната написана знаменитым музыкантом, мистером Люсиеном Ивансом, во время его поездки. Хотя была опубликована только первая часть, сочетание завладевают умами каждого. Новая музыкальная пьеса Люсиена Иванса ломает быстрый медленный быстрый ритм музыкального жанра и подводит нас к мирной ночи, где лунный свет, подобной мечте, сияет на сверкающем озере. Ниже обзорной статьи Люсиен увидел знакомое имя Наташа Эрварит. Хотя Люсиен был рад получить информацию о своем друге из газеты, он был смущен, зачем вдруг Наташа опубликовала за него первую часть лунной сонаты. Красиво, но немного грустно, слушая на свистывание Вайса, Бетти искренне похвалила, музыка мистера Люсиена Иванса потрясающая. Неудивительно, что крупные газеты опубликовали это раньше, чем обычно. Раньше, чем обычно. Что-то случилось с Люсиеном, и он поспешно открыл газету на главной странице, и он немного больше стандартного шрифта. 26 июня 816. Люсиен усмехнулся. Это был способ принцессы сказать с днем рождения и счастливого совершеннолетия смех Люсиена не привлекничь его внимание, потому что все начали эмоционально обсуждать новую сонату знаменитого музыканта Люсиена Иванса. Мистер Байс, похоже, тебе очень нравится первая часть лунной сонаты, я предлагаю отправиться в комнату для фортепиано, чтобы попытаться сыграть ее. В конце концов мы уже долгое время стоим в зале, Каспар предложил Вайсу подняться наверх. Вайс кивнул и рассмеялся, это очень заботливо. Следуя за Вайсом и Каспаром, музыканты и инструменталисты отправились в комнату для фортепиано на втором этаже. Это редкая возможность, сказала Бетти Люсиену, мистер Иванс, пойдем наверх. Да, мистер Иванс, пойдем, взявшись за руки, Джоанна и Саймон были очень взволнованы. Люсиен покачал головой и улыбнулся. Для меня важнее написать мои письма. Ну ладно, сказала Бетти немного разочарована, но вскоре она взбодрилась и сказала Джоанне и Саймону, поторопитесь. Они догадывались, что мистер Иванс, будучи рыцарем и принцессы, должен был встречать очень много хороших музыкантов вальто, столько, что для него это не было так волнительно, как для них. Видя, что Бетти, Саймон и Джоанна поспешно поднимаются наверх, Марс тоже извинился перед Люсиеном. Мистер Иванс, извини, я тоже не хочу пропустить эту драгоценную возможность. Пожалуйста, просто чувствуй себя как дома в ассоциации. Что касается твоих писем, просто отдай их Кристи, а я позабочусь об остальном. Благодарю, мистер Марс. Люсиен слегка кивнул и наблюдал, как Марс уходит. Поскольку в зале не было столов, Люсиен встал рядом с прилавком и начал писать. Глядя на второй этаж, Кристи вздохнула. Зачем мне здесь оставаться? Я буду скучать по мистеру Вайсу. Затем она начала беспокойно ходить из стороны в сторону за прилавком. Люсиен просто проигнорировал Кристи и подробно описал свое двухмесячное путешествие. В основном прекрасные пейзажи на этом пути, уникальные национальные обычаи монстров и разбойников, с которыми он встречался. Люсиен не остановился, пока не понял, что его письмо уже заняло больше семи страниц. Кристи слегка нахмурилась и подумала про себя. Какой многословный человек. Заканчивая письмо, Люсиен записал последний абзац с большой улыбкой на лице. Ваш день рождения приближается, ваша светлость. Могу ли я отправить вам свое с днем рождения заранее? После того, как второй конверт был запечатан, Люсиен взял еще несколько листов для третьего письма Кристоферу, бывшему президенту Ассоциации музыкантов Вальто. Увидев, что Люсиен все еще пишет, Кристи, которой было очень скучно, стало любопытно. Ей было интересно, сколько еще писем этот молодой человек собирается написать и куда будет отправляться письма. Взглянув на конверты, лежавшие рядом с ним, Кристи заметила цепляющий взгляд имя. Наташа Арварит, подождите, та самая Наташа Арварит, принцесса Альто. Подумав об этом, Кристи едва не вскликнула. Имя Наташи часто появлялось в музыкальной критике и симфонических новостях, поэтому это имя было очень хорошо знакомо людям из других стран. К тому же, Арварит была очень уникальной фамилией, в отличие от Иванца, и именно поэтому Кристи сразу связала имя с принцессой Вальто. Какая связь между этим парнем и принцессой Альто, графиней из семьи Вайлетт, задумалась Кристи с сильным любопытством и удивлением. Подождите, только что мистер Марс назвал его мистером Ивансом. Он Иванс, знаменитый и талантливый музыкант Люсиан Иванс. Иванс даже в Корсере не была редкой фамилией. На самом деле у Кристи был друг, фамилия которого тоже была Иванс, однако был только один мистер Иванс, которого она могла связать с принцессой герцогства Эрварит. Она чуть не вскрикнула от волнения, ни одно малейшее движение Кристи не ускользнуло от внимательных глаз Люсиана. Он был немного удивлен, но ничего не сказал. В это время из-за лестницы раздался голос Каспара, который выходил из комнаты фортепьяно вместе с остальными. Очень впечатляюще хвалил Каспар Мистер Вайс, ты действительно музыкальный талант. Тебе понадобилось всего немного попрактиковаться, чтобы представить нам полную первую часть лунной сонаты. Лунная соната определенно прекрасна, Вайс улыбнулся, я чувствую эмоциональную связь в этой части. Честно говоря, я не слишком много практиковал игру. Сама музыка великолепна, не так ли? А как насчет того, чтобы тебе попытаться сочинить следующие две части лунной сонаты, мистер Вайс, я уверен, многие большие люди в Корсере были бы рады прочитать твою работу, предложил Каспар. Семья Каспара несколько лет назад разорилась, и с его относительно ограниченным талантом в музыке возвращение благородного имени своей семьи само по себе было безнадежной мечтой, поэтому Каспар старался использовать любую возможность для установления связей с крупными дворянскими семьями, чтобы, возможно, вернуть свой титул, и музыка была, безусловно, хорошим способом для этого. Спасибо за одобрение, мистер Каспар Вайс улыбнулся и мягко покачал головой, но я даже близко не так талантлив, как мистер Люсиен Иванс, я бы предпочел не портить шедевр, понимаю, ты просто слишком скромный, сказал Каспар, и остальные с ним согласились. Когда они спустились вниз и вошли в зал, Каспар сказал Вайсу, я нашел хорошую виллу для тебя, чтобы ты мог отдохнуть и подготовиться к концерту. Большое спасибо, мистер Каспар, Вайс и остальные люди вместе пошли к воротам. Люсиен Иванс, ты мистер Люсиен Иванс, в этот момент высокий голос Кристи донесся до их ушей. Кристи убедилась, что молодой человек, стоящий перед ней, был лучшим музыкантом Люсиен Иванс когда она увидела, что он на самом деле пишет музыкальные ноты в своем третьем письме, в тихом зале голос Кристи звучал пронзительно, люди, идущие к воротам от удивления остановились, Марс оглянулся и спросил, о чем ты говоришь, Кристи, Кристи почти подпрыгивала на месте, она указала на молодого человека, стоящего рядом с прилавком и осторожно сказала Марсу, он он Люсиен Иванс из Альто, она пыталась говорить тихо, но ее слова все еще звучали очень четко, что, Люсиен Иванс, Бетти была смущена, Люсиен Иванс великий музыкант сейчас пишет музыку, Кристи старалась объяснить, ах, Бетти сначала издала возглас удивления, а затем побежала к Люсиену, когда она увидела, что писал Люсиен, Бетти почти не могла говорить связно Иванс Ты Люсиен? Да, это я, я же говорил вам, что я служу принцессе, Люсиен просто улыбнулся, пока его правая рука продолжала писать, услышав ответ Люсиена, две молодые девушки, Бетти и Кристи, едва не потеряли сознание из-за сильного волнения, в то время как Джоанна и Саймон чувствовали себя как во сне, они просто не могли поверить, что могущественные рыцари и великий музыкант на самом деле были одним и тем же человеком. Лицо Вайса вспыхнуло, ему было стыдно просто за то, что он играл музыку мистера Иванса перед ним. Пройдя мимо Вайса, Каспар поспешно бросился к Люсиену. Мистер Иванс, если тебе нужна помощь здесь, в Корсере, просто скажи мне, ну, Люсиен кивнул Каспару в знак приветствия и сказал ему, могу ли я зарегистрировать это в ассоциации, прежде чем отправить, он передал третье письмо Каспару, конечно, подожди это, на лице Каспара появилась большая улыбка, это вторая и третья часть лунной сонаты, Каспар сразу узнал музыкальный стиль, да, Люсиен добавил еще один лист бумаги к третьему письму и сказал Каспару, после регистрации мне нужно как можно скорее отправить письмо мистеру Кристоферу, последним листом бумаги была записка Люсиена мистеру Кристоферу, пожалуйста, убедитесь, что остальная часть сонаты будет опубликована в седьмом выпуске музыкальной критики от 30 июля, большое спасибо, сэр, мы немедленно займемся регистрацией, Каспар искренне попросил Люсиена, мистер Иванс, можем ли мы пригласить тебя провести концерт в Корсере, извините, у меня уже назначена одна встреча, и завтра я уезжаю, ответил Люсиен, только сам Люсиен знал, вместе с Джоанной, Бетти и Саймоном медленно шли к городским воротам, над ними высоко в небе, с посылкой на спине и большой корзиной со свежим мясом, свисающим перед грудью, летел орел, мистер Иванс, ты действительно собираешься покинуть сегодня Корсер, Бетти выглядела довольно грустной, когда она слушала музыкантов ассоциации, пытавшихся сыграть две части, написанные мистером Ивансом, после регистрации музыки, она была полностью уверена, что этот красивый и элегантный молодой человек был ее любимым музыкантом Люсианом Ивансом, с которым она мечтала встретиться. Огромное разнообразие сложных навыков игры на фортепиано, неожиданно прекрасная мелодия, волнующая страсть, а также мужественная воля были главными чертами уникального стиля мистера Люсиана Иванса. Лунная соната была, несомненно, еще одним выдающимся и впечатляющим шедевром от Люсиана Иванса. Раньше, когда Люсиан гулял по улицам в Корсере, он уделял большое внимание возможным тайным сообщениям, оставленным организатором собрания и, как и ожидал Люсиан, собрание было отложено. Из-за смерти Ксантосбор был отложен на три дня, но все еще на том же месте. Однако Люсиан все равно решил не оставаться в Корсере, чтобы избежать ненужных неприятностей, поэтому он еще другие важные дела. Если ты будешь придерживаться своего плана обучиться рыцарству, возможно, мы встретимся снова в Альто, когда ты станешь настоящим рыцарем. Если это произойдет, я сочиню песню и сыграю ее специально для тебя. Правда? Бетти была очень удивлена, что ее кумир действительно пообещал ей это. Исполненная мотивацией, Бетти кивнула с большой решимостью, я стану настоящим рыцарем. Спасибо, мистер Иванс, за то, что поддержал Бетти. Это очень важно для нее, Джоанна и Саймон очень ценили доброту Люсиина. Это просто маленький подарок, Люсиин обернулся, в том числе за то, что наше путешествие было незабываемым. Ну, теперь мне пора, подожди. Мистер Иванс, тебе больше не нужны охранники? Уже поздний вечер, Бетти все еще не хотела отпускать его. Люсиин слегка приподнял голову и улыбнулся. Ты действительно думаешь, что мне нужны охранники, Бетти? Хаймым. Тогда почему ты нанял нас, позволь спросить? С любопытством спросила Джоанна. Приятно, когда охранники вместо меня заботятся обо всех мелочах во время поездки. Но теперь из-за того, что случилось с бароном, у меня появились некоторые вещества, с которыми нужно поспешить с ними. Я намного быстрее срежу путь самостоятельно, чем сидя в экипаже. Ответ Люсиина был расплывчатым, но одновременно и разумным, вовсе не вызвавшим подозрению его охранников. Понятно. Пробормотала Бетти, тогда береги себя, мистер Иванс. Я буду, Люсиин махнул рукой, вы трое тоже. Надеюсь, мы снова увидимся. Наблюдая за тем, как Люсиин постепенно исчезает в солнечном свете, Бетти, Джоанне и Саймону почти казалось, что путешествие было похоже на сон. Проверив свои кошельки, которые были полны феерами, снова они осознали, что этот невероятный опыт не был сном. Теперь им нужно было заплатить дворянину, чтобы получить официальное обучение рыцарству. Ассоциация музыкантов Корсор, стоя рядом с прилавком в зале, Каспар уставился на то место, где Люсиин писал свое письмо. Кристи, как насчет того, чтобы построить статую мистера Люсиина Иванса из железа и стали, ты знаешь статую, как он пишет свою музыку здесь, и мы расскажем другим людям, что молодой гениальный музыкант Люсиин Иванс однажды создал одну из своих знаменитых сонат для фортепиано, я имею в виду, создал прямо здесь. Каспар указал на стойку, держу пари, многие богатые дворяне захотели бы посетить ассоциацию ради статуи, после того, как Люсиин отказался от его предложения провести концерт, Каспар теперь разрабатывал новые идеи, да, я полагаю, пробормотала Кристи, как будто замечтавшись, на самом деле она не обратила внимания на слова Каспара, Каспар задумчиво коснулся подбородка, хмурясь и беспорядочно разговаривая с Кристи, оба они были сейчас погружены в свои мысли, связанные с известным музыкантом Люсиином Ивансом, в это время сотрудник вернулся ассоциации, мистер Каспар, я отвез мистера Вайса на виллу, чтобы он сначала отдохнул, любые другие приказы, нет, просто не беспокойте меня, Каспар раздраженно махнул рукой, что ты думаешь о том, чтобы изобразить портрет мистера Иванса в зале, в третью неделю июля ночное небо озаряло блестящая серебряная луна, заливающая все ярким и ясным светом, купаясь в лунном свете, Люсиин быстро пересек горы и леса, вскоре он уже мог видеть красивое зеркальное озеро рядом с замком, замок был все тот же, что Люсиин видел в последний раз, заостренные, высокие и тонкие башни, окружающие главное здание, в ночи выглядели как ужасные демонские лапы, впивающиеся и царапающие небо, однако на этот раз было видно много черных капюшонов, ожидающих снаружи замка, Люсиин бросил быстрый взгляд и заметил, что их было не меньше трехсот или даже четырехсот, среди толпы было несколько человек, мужчин и женщин, которые выглядели очень по-особенному, их мантии были других цветов, и на их лицах не было капюшона, как будто они вообще не боялись, что их узнают, эти люди сформировали небольшой свободный круг с некоторыми другими людьми, носящими капюшон, и небрежно болтали вместе, в то время как остальные приглашенные держались подальше от них, как будто они боялись тех, на ком не было капюшона, Люсиин быстро решил, что эти люди должно быть настоящие колдуны, они ученики, и их настоящая внешность была изменена магией первого круга маскировкой себя, поскольку заклинание не срабатывало, когда человек сталкивался с кем-то, чья духовная сила или сила воли были выше его собственной на два уровня, догадка Люсиина состояла в том, что те люди, которые были не в капюшонах, должны были быть магами среднего ранга, после быстрого подсчета Люсиин неожиданно понял, что в Джибути всего 23 настоящих колдуна, и он задавался вопросом, было ли на всей территории всего 23 колдуна, в конце концов, этот участок земли, который изначально принадлежал великому некроманту Уилфриду, состоял из двух герцогств и одного независимого округа, а площадь, которую он покрывал, была намного шире, чем герцогство Эрварит, Люсиин медленно вышел из тени и направился к воротам, некоторые из людей в черных мантиях обернулись и взглянули на него, но после этого никто не взял на себя инициативу и не заговорил с ним, поэтому он остановился рядом с четырьмя учениками-колдунами и спокойно слушал их разговор, наполненный словами тела, глазное яблоко, ненависть и месть, эй, эй, я из южной горной цепи Джибути, а ты откуда, один из учеников поприветствовал Люсиина, его черная мантия выпирала на его круглом пивном животе, я из Казана, приятно познакомиться, и ты можешь называть меня по моему псевдониму, профессор, вежливо ответил Люсиин, Казан был небольшим независимым округом недалеко от города Драконий Зуб, понятно, Казан, добро пожаловать в Джибути, просто зови меня Толстяк, по всей видимости, Толстяк никогда раньше не слышал имени профессора, а это группа хлеб и вино, Люсиин взглянул на живот Толстяка, чувствуя небольшое подозрение насчет того, был ли его большой живот реальным, это первый раз, когда я присоединился к подобному сбору, никак не ожидал, что здесь будет так много людей, придет еще больше, почти все колдуны и ученики из близлежащих трех народов здесь, кроме тех людей, которые работают только сами по себе, хлеб, полноватый ученик, ответил тихим голосом, я слышал это от выдающегося колдуна, который привел нас сюда, выдающийся колдун, пробормотал Люсиин, а не вон там, толстяк осторожно указал на 23 колдуна, собравшихся с другой стороны, и на его лице появилось смешанное выражение чувств уважения, страха и восхищения, даже в сегодняшнем Альто ученик-колдун почти не получал никакого признания, не говоря уже о уважении в кругу магии, хотя их называли ученик-колдун, между учеником и настоящим колдуном была огромная пропасть, и часто эта пропасть была непреодолимой для многих людей, хотя они всю свою жизнь работали над этим, кроме того, некоторые сумасшедшие древние часто использовали учеников-колдунов как экспериментальные материалы, в этом собрании на каждые 20 учеников был всего один колдун, в этот момент, внезапно, толстяк испугался, и его голос задрожал, что, что здесь происходит, колдуны тайно окружили Люсиина и других четырех учеников, «Кто ты?» резко спросил Люсиина старик, стоящий впереди, почти такой же худой, как мумия, тебе лучше признаться, никто из нас не знает тебя, Люсиин совершенно не ожидал этого вопрос, как колдуны отличили его от других людей, однако вскоре Люсиин понял, что это из-за организации праздника смерти, после того, как Виконт нашел нескольких колдунов, которые, по его мнению, заслуживают доверия, эти колдуны подготовили собственные списки этому, поскольку здесь никто не знал Люсиина, он довольно быстро вызвал подозрения у колдунов, все присутствующие молчали, пристально глядя на незнакомца, а некоторые из них даже начали оглядываться по сторонам, опасаясь, что они могли попасть в засаду церкви, под холодным взглядом колдунов и учеников и под взглядом некоторых кровожадных глаз, под звуки стучащих от страха зубов толстяка, Люсиин спокойно вытащил приглашение и объяснил, я гость, приглашенный виконтом Карин Диа, увидев, что Люсиин остается довольно спокойным, лицо старика, похожее на мумию, немного расслабилось, другой ученик взял приглашение Люсиина и развернул его для него, символ высокой черной шляпы на приглашении был немного забавно наклонен в сторону, старик, который взял на себя роль лидера, взглянул на других колдунов, я не отправлял этого приглашения, другие колдуны, посмотрев на приглашение, которое все еще держал ученика, также отрицательно покачали головами, мускулы на лице старика напряглись, когда он заговорил, кстати твое ни от кого-то из нас, мы все же не можем быть уверены, что оно действительно было отправлено виконтом, чтобы обеспечить безопасность присутствующих здесь, я думаю, мы должны подождать, пока виконт Карин Диа и его управляющий хит выйдут, согласен, звучит справедливо, Люсиен оставался вежливым, кстати, можешь называть меня Кисси, я колдун четыре гокруга, сказал старик, он не хотел неосмотрительно оскорбить этого загадочного участника, прежде чем узнает его истинную личность, на всякий случай, если вдруг он был еще сильнее, чем он сам, мистер Кисси, я понимаю ваши опасения, и я совсем не против подождать здесь, Люсиен кивнул, вы можете называть меня профессором, хорошо, старик, некромант, спросил, тогда, мистер профессор, ты колдун, или ученик, через их разговор и поведение Люсиена, Кисси начал немного верить, что Люсиен действительно был гостем Виконта, колдун, коротко ответил Люсиен, ученики, с которыми разговаривал Люсиен, были очень удивлены, узнав, что профессор на самом деле настоящий колдун, поскольку он отнесся к ним гораздо лучше, чем другие высокомерные и холодные колдуны, которые собрались вместе на другой стороне, надеюсь, мы сможем обменяться некоторыми идеями по поводу встречи, отношение Кисси к Люсиену немного улучшилось, на самом деле, я не некромант, честно сказал Люсиен, хотя Люсиен действительно пролистывал книгу некромантия и имел знал, что не может полагаться на свое собственное понимание и свои прежние знания об этой ветви магии. И, кстати, согласно книге некромантия, независимо от практики медитации или изучения заклинаний некромантов, часто требовалось долгое пребывание вместе с гнилыми трупами, и человек мог легко заразиться некоторыми ужасными токсинами или чем-нибудь еще. Помимо совершения прорывов, чтобы достигнуть высших кругов, чтобы противостоять возможной инфекции, можно было использовать только несколько видов зелий. Итак, с астрологией и элементами в своих руках Люсиан сейчас не хотел рисковать и переключаться на некромантические заклинания, а просто скопировал структуры нескольких неотвратительных заклинаний, намереваясь их проанализировать. Лицо Кисси, похожее на мумию, выглядело удивленным. Тогда почему ты здесь? Праздник смерти для некромантов. Другие участники тоже решили, что это странно. Прежде чем Люсиан ответил на вопрос Кисси, тяжелые ворота старого замка медленно открылись, и появился управляющий замком Нит. Он по-прежнему был одет прилично и вел себя воспитанно. Господин профессор действительно особый гость, приглашенный лордом, серьезно объяснил Нит. Тогда мы верим ему, ответил Кисси за себя и других колдунов и учеников. Нит слегка кивнул и продолжил. Мистер профессор также прибыл из штаб-квартиры Конгресса магии, и он могущественный колдун. Конгресс могущественный. Хотя слова управляющего были довольно неожиданными, обычно холодные и отстраненные некроманты и ученики только шептались друг с другом, внимательно глядя на Люсиана. Зачем сегодня здесь еще один волшебник из штаб-квартиры Конгресса магии? Кисси сразу уже заметил, что Нит использовал слово, также, приезд господина профессора был неожиданным, он просто проезжал мимо, хотя в слова управляющего было довольно трудно поверить, то, что говорил Нит, было правдой, и авторитет мистера профессора широко признан, он занимает 359 места в списке зачистки церкви, что, список зачистки, даже мрачные некроманты больше не могли оставаться спокойными, несмотря на то, что не все из них знали, кем были все люди в списке, все присутствующие знали, что любой, без исключения, кто был в списке, обладал такой же властью, как колдуны высшего ранга, и был способен повлиять или даже уничтожить целую нацию, что касается отслеживания могущественных колдунов, то на протяжении всей истории церковь хорошо себя зарекомендовала в этом, некроманты и ученики начали восхищаться Люсиином, а некоторые из некромантов чувствовали начали волноваться, что они слишком грубо окружили могущественного колдуна, они догадывались, что, будучи колдуном из списка, профессор должен был быть по крайней мере старшим магом, Кисси остановился на мгновение и подхватил слова Нида, мистер профессор, пожалуйста, простите нас за то, что мы грубо повели себя с тобой, мы стремимся в штаб-квартиру Конгресса магии, Кисси полагал, что профессор и Филиппе, который организовал праздник смерти, не очень хорошо ладили, и их конфликт, скорее всего, был связан с внутренней борьбой между различными фракциями Конгресса, поэтому он разумно решил упомянуть съезд в целом, вместо того, чтобы придерживаться какой-то точки зрения, поддерживающей одну из сторон, не беспокойся об этом, на самом деле, если бы вы не смогли найти незнакомца среди участников, я был бы очень разочарован, присутствующие резко начали его уважать, поскольку они приняли его за могущественного колдуна старшего ранга, Люсиин мгновенно воспользовался этой возможностью и начал притворяться, что он действительно кто-то важный, поддерживая тон большого человека, мистер профессор, мой лорд хочет сначала встретиться с вами в кабинете, мистер Филиппе тоже там, сказал Нит, затем он повернулся к Кисси и другим колдунам, скоро появятся официанты, которые отведут вас в зал, мистер Кисси, хотя Люсиин на самом не хотел разговаривать с мистером Филиппе, у него не было возможности отказаться от этого предложения, поэтому ему не осталось ничего другого, кроме как последовать за Нитом сквозь ужасающую тьму замка до самого кабинета, наблюдая за тем, как профессор постепенно исчезает в темноте, толстяк воскликнул, аго, круто, список зачистки, хотелось бы не тоже однажды в списке зачистки у церкви, для многих некромантов и даже учеников было великой целью и лучшим способом продемонстрировать их достижения и силу. В кабинете Виконт в красной рубашке и черном пальто и еще один человек из окна наблюдали за всем, что происходило на лужайке внизу. Не очень-то агрессивно, господин профессор, видя, что Люсиин не стал конфликтовать с некромантами, сказал Виконт. С бокалом вина в руке, он выглядел довольно расслабленным. У человека, стоящего около Виконта, были черные волосы и зрачки. Его нос был прямым и высоким, а губы тонкими. Он был определенно красив, но лицо его выглядело очень бледным, как будто он был болен. Надев черную рубашку с узкими рукава, мужчина накинул сверху длинное черное пальто, которое не было привычной одеждой во ближайших странах. Человек ответил на комментарий Виконта мрачным и серьезным тоном. Комментарий церкви о профессоре чрезвычайно хитрый и очень опасный, ты не можешь легкомысленно судить о нем по его единственной реакции. Я знаю, тот факт, что воля элементов или королевская магическая академия отправили сюда профессора, очевидно, говорит о том, что они уверены, что профессор достаточно силен, чтобы противостоять тебе, мистер Филиппе. Виконт Карендио занял позицию наблюдателя и сказал небрежно, «Я предлагаю тебе сначала подумать, прежде чем ты решишь предпринять какие-либо действия, иначе ты рискуешь, это нелегко, конечно». Филиппе оглянулся на своего спутника, а затем, потягивая свое красное вино, сказал, «Воля элементов, конечно, не знает о моей нынешней силе, но я тоже не представляю, насколько могущественен таинственный профессор, интересно, кто этот профессор на самом деле». Ларри, Тимоти или Улисс, он знал людей, чьи имена называл, они были того же уровня, что и он, но принадлежали к воле элементов или Королевской Магической Академии Холма, однако ни одно из имен не соответствовало информации о личности профессора, которую они могли найти, поэтому он слегка покачал головой и продолжил, «Профессор, профессор, кажется, он очень гордился своим уровнем арканы, так что, его магический уровень, возможно, не намного выше, чем у его арканы, может быть, даже тот же, Филиппе остановился здесь, но в его глазах появились две дрожащие скопления бледного пламени, попивая вино, Виконт сменил тему, «Я слышал, что музыкант Люсиин Иванс сейчас находится в Джабути, Ха, принцесса должна быть очень обеспокоена тем, что ее сладкий маленький любовник путешествует в одиночку так далеко, иначе она не отправила бы профессора в Джабути тайно защищать своего мальчика игрушку, и твой праздник смерти проходит в то же время, какое совпадение, это не удивительно, и я уверен, что это не совпадение, во-первых, основываясь на отношении Наташи к нему, попросить профессора сделать ей одолжение не так уж сложно, профессор должен каким-то образом заставить Люсиин Иванса выбрать путь через Джабути, чтобы он мог одновременно выполнять свои задачи, иначе зачем великому музыканту посещать это богом забытое и нищее место, бред, Люсиин понятия не имел, на каком этаже был кабинет, тьма замка поглощала все, в знакомом кабинете было три человека, помимо Виконта здесь был бледный молодой человек и высокий и сильный мужчина средних лет, приятно познакомиться, мистер профессор, я Филиппе, улыбка Филиппе была мрачной и обманчивой, в его глазах были бледные огоньки, и они смотрели прямо на Люсиина, внезапно Люсиин пришел в ужас от агрессивной ауры Филиппе, он почувствовал холод и сильную угрозу, в последний раз у него было такое чувство, когда Камил смотрела на него после активации ее благословения, Люсиин быстро пришел к выводу, что даже если Филиппе еще не был старшего ранга, он был определенно очень близок к этому уровню, однако Люсиин не был уверен, почему Филиппе так враждебно относится к нему, единственный возможный ответ заключался в том, что воля элементов или королевская магическая академия холма не слишком хорошо ладили с фракцией, которую он представлял на съезде, в этот момент Люсиин наконец понял, что кольцо, данное Наташей, то, которое было на нем, когда он впервые встретил Виконто, оказало ему большую услугу, но также затащило его в очень сложную ситуацию, Люсиин изо всех сил старался сохранять спокойствие, в конце концов, он не первый раз притворялся кем-то важным и могущественным, он также знал, что единственная возможная причина, по которой Филиппе не напал на него сразу, заключалась в том, что он тоже колебался и не знал о его силе Филиппе, я наслышан о тебе Филиппе не ожидал такого отношения от Люсиина, поэтому он выдавил вежливую улыбку, мне очень приятно, что сам профессор действительно слышал мое имя, однако, кстати, он это сказал, Филиппе, будучи талантливым колдуном, который уже опубликовал свою первую статью во влиятельном журнале магия, считал, что конечно же, профессор должен был слышать его имя, затем Филиппе сменил тон, хо, похоже, ты не очень высокого мнения об этом собрании, профессор, мы все из конгресса, а ты все еще носишь этот уродливый черный капюшон, который не соответствует твоему статусу, Люсиин знал, что теперь каждое слово, которое он скажет, может поставить его под удар, но, если он будет молчать все время, это определенно вызовет еще больше подозрений, поэтому он осторожно ответил коротко и хрипловатым тоном, честно говоря, я не хочу, чтобы ты, мистер Филиппе, беспокоил меня, когда мы вернемся в Аллен, во-первых, когда Люсиин решил использовать личность профессора, чтобы притвориться членом воли элементов, Люсиин не ожидал таких неприятностей, и даже его хрустальный шар не предполагал ничего конкретного, в конце концов, было совершенно неожиданно, что даже внутри съезда был такой серьезный конфликт между различными фракциями, кстати, единственным намерением Люсиина, а также его главной целью было выяснить, кто был связующим звеном в штурке, этот мистер Филиппе определенно создал бы ему неприятности, и Люсиин почти пожалел, что решил использовать личность профессора, не подумав нельзя было просто признаться прямо сейчас перед этим парнем, хорошо, ты довольно прямолинейен, профессор, сказал Филиппе, затем он указал на длинный диван с другой стороны кабинета, у нас еще есть время до сбора, мне бы хотелось поговорить с тобой, ну знаешь, чтобы обменяться некоторыми идеями, затем Филиппе повернулся к Виконту, ты не против, конечно, нет, вперед, Виконту было все равно, он немного приподнял бокал вина и кивнул, хотя Люсиин вообще не хотел с ним разговаривать, он заставил себя успокоиться и сел на диван, о чем хочешь поговорить, мистер Филиппе, мысленно Люсиин молился, чтобы Филиппе не заговорил о Конгрессе или Королевстве холма, он ничего не знал о них, нет, не, нет, повторял про себя Люсиин, и его сердце билось так быстро, что почти выпрыгивало из его груди, бледное пламя в глазах Филиппе исчезло, и его зрачки снова потемнели, с мрачной улыбкой на лице Филиппе указал настоящего рядом человека, это мой ученик, Кливленд, и он также волшебник второго круга, изучающий некромантическую магию след за мной меня, Люсиин просто кивнул мужчине средних лет, затем Филиппе продолжил, кроме того, Кливленд также интересовался магией элемента, после того, как мистер Дональд недавно выиграл 25-е кольцо от премии Короны Холма за его новаторское исследование, анализирующие новые элементы, с помощью знаний о спектральном анализе, Кливленд планирует написать Иссы по Аркане, по спектральному анализу, однако ему определенно нужна некоторая помощь, и поэтому я тоже начал интересоваться областью элементов, если ты не возражаешь, мистер профессор, возможно, мы сможем обменяться некоторыми идеями по этой теме, говоря с большой уверенностью, Филиппе скрестил пальцы, и Люсиин заметил, что в левой руке не хватало мизинца, хотя Люсиин мог сказать, что Филиппе был очень самоуверен, когда говорил о школе элемента, ему очень повезло, что Филиппе не ударился в те направления, о которых он ничего не знал, немного расслабившись, Люсиин быстро начал анализировать намерения Филиппе, теперь, когда Филиппе ничего не расспрашивал о Конгрессе и Королевстве холма, Люсиин был уверен, что Филиппе не сомневался в его личности, вместо этого он говорил о Аркане, и это означало, что эта тема была для него важнее всего, однако, что Люсиину действительно хотелось выяснить, так это то, почему некромант хотел поговорить об элементах и Аркане, что это может дать ему, Люсиин догадывался, что Филиппе, вероятно, пытается проверить его знания или уровень Арканы, основываясь на прошлом опыте Люсиина в малом круге магии Вальто, Люсиину было несложно связать знания с силой в этом мире, тем более, так же было в его первоначальном мире, он был почти уверен, что Филиппе пытался проверить уровень его Арканы, чтобы понять, насколько он силен на самом деле, а затем, основываясь на этом, решить, следует ли ему нападать на него, поскольку лучший способ выяснить уровень Арканы, это поговорить о пределе знания в профессиональной сфере, подумав об этом, Люсиин действительно уяснил свой урок на этот раз, он знал, что он становился все более и более неосторожным из-за того, что ему везло, и он получил хорошие награды, к счастью, Филиппе говорил только об основных принципах элемента Арканы, а Люсиин, являясь совершенно не похожим на наиболее распространенных случаев, имел более глубокое знание научных фактов, которые здесь понимались, как знания Арканы, стоящие за магическими явлениями, другими словами, уровень Арканы Люсиина должен был быть выше, чем у его магической силы, мистер-профессор, видя, что Люсиин молчит, Филиппе окликнул его угрожающим тоном, и бледное пламя снова появилось в глазах Филиппе, он ждал, пока таинственный профессор раскроет свои знания и силу, Люсиин улыбнулся, у меня есть некоторое понимание спектрального анализа, однако я бы предпочел, чтобы мы не слишком копались в этой области, так как нет ничего более ценного, чем знания, верно, я не могу просто рассказать тебе все прямо, не получив ничего взамен. Тема спектра была отчасти знакома Люсиину с тех пор, как он прочитал пару связанных с этим книг в своей духовной библиотеке, и он также в какой-то степени понимал принципы атомных знаний. Более того, по нению Люсиина исследования в области элемента, что фактически было химией в его первоначальном мире, все еще оставались на макроуровне. Другими словами, колдуны здесь признали кучу химических явлений, но не понимали их причин, и это было ключевым моментом, ограничивающим их от поиска новых элементов. После того, как Люсиин стал настоящим колдуном, некоторые книги в его духовной библиотеке были разблокированы, но знания в этих разблокированных книгах были по большей части базовыми. Люсиин не осознавал изменений в своей духовной библиотеке, пока не попытался совершить астрологическую медитацию во время своей поездки. Это также подтвердило предположение Люсиина о том, что печати книг происходили от подавления силы происхождения мира. Люсиин мог только бороться и срывать печати, укрепляя свою душу и духовную силу. Справедливо. Хотя, честно говоря, как колдуну из руки бледности, мне очень не нравятся люди из воли элемента. Я думаю, что об этом мы можем говорить прямо, хах, но я уважаю результаты других исследований, и я не стал бы красть их, сказал Филиппе. Видя, что профессор все еще оставался довольно спокойным, у Филиппе было плохое предчувствие, может действительно иметь представление об этой области, а это значит, что он колдун высокого уровня Арканы, и, в большинстве случаев, его магический уровень был все же ниже магического уровня этого человека. Наклонившись на диван, Люсиин начал свою речь. Теоретическая основа спектрального анализа заключается в том, что сжигание разных элементов создает разные цвета пламени и огня. Хотя цвета пламени могут перекрываться и закрываться друг другом, спектр же не может. Через анализ, называемый спектрокололиметрией, диапазоны и цвета ярких спектральных линий отделяются, и они не влияют друг на друга, поэтому спектральный анализ может использоваться для идентификации различных элементов и обнаружения новых. Во время своей короткой речи Люсиин также использовал несколько элементов для примера, чьи принципы работали целом так же, Филиппи внимательно слушал объяснения Люсиина и время от времени задавал вопросы. Когда Люсиин закончил говорить, Филиппи мягко зааплодировал и сказал, впечатляющее объяснение, еще яснее и понятнее, чем объяснение мистера Дональда в газете Аркана. Хотя он так сказал, Филиппи начал еще сильнее проявлять бдительность по отношению к человеку, сидящему перед ним на диване. Воспользовавшись случаем, Люсиин продолжил, На самом деле спектральный анализ это больше практическое применение. Чтобы найти новые элементы, нам не нужно заходить слишком далеко, можно просто механически проводить эксперименты. Однако нам нужно понять, почему спектр каждого элемента различен, почему они не перекрываются, почему существуют яркие и темные спектральные линии. Насколько я могу судить, это те направления, в которых нам стоит двигаться, чтобы углубить наши знания Арканы, и я считаю, что истинное намерение мистера Дугласа состоит в определении Арканы. Филиппе был очень удивлен пониманием этой области профессором, и даже Виконт, который не слишком внимательно слушал их разговор на другой стороне кабинета, заинтересовался вопросами профессора. Пока Арканисты в Конгрессе магии все еще были без ума от радости нахождения новых элементов, человек, сидевший перед ними на диване, искал природу этих находок. Если мы сможем больше узнать о самом мире, прошептал Филиппе, он не мог не вспомнить шокирующий комментарий, который когда-то бросил мастер Дуглас император Арканы, и молодой человек, сидящий перед ним в тот момент, снова потряс его, уровень Арканы профессора может быть даже выше моего, подумал Филиппе, время праздника смерти почти наступило, внезапно огромный замок начал двигаться в темноте ночи. Высокие башни превратились в мощные каменные руки. Когда руки прижались к земле, нижняя часть замка оказалась вытащена из-под нее. Сохраняя равновесие, замок тайно шел к горам и постепенно становился невидимым. Неудивительно, что место праздника смерти никогда не менялось. Затем на бледном лице Филиппе появилась тонкая улыбка. Профессор, безусловно, в области элемента у тебя действительно развиты необычайная проницательность и уникальный взгляд. Человек вроде тебя определенно должен наслаждаться к хорошей репутации и высоким статусом в академическом сообществе. Любопытство мне действительно интересно, ты кто-то из тех, кого я знаю? Услышав слова Филиппе, Люсьин понял, что ему снова повезло, и он с трудом прошел тест Филиппе. Поэтому Люсьин засмеялся фальшивым голосом. Может быть, когда я стану колдун высокого ранга, и если мы снова встретимся в Аллине, я скажу тебе, Филиппе. Глядя на то, насколько Люсьин уверен в себе и прямолинеен, Филиппе немного разозлился. Люсьин тоже почувствовал изменение ауры Филиппе. Слышав много раз, что некроманты были даже более сумасшедшими, чем колдуны из других школ, сердце Люсьина забилось очень быстро, хотя никто не мог бы Виконт медленно опустил бокал, насторожившись, Каренди не хотел быть вовлечен в конфликт в рамках Конгресса и, конечно же, не хотел бы, чтобы его замок был разрушен. В этот самый момент Люсьин спокойно взял чашку чая со стола и сделал глоток. Филиппе, если у тебя нет других вопросов относительно моей области исследований, я хотел бы обменяться с тобой идеями о некоторых уникальных древних некромантических заклинаниях. Будучи гостем, который не был приглашен самим Филиппе, главным хозяином праздника смерти, Люсьин чувствовал, что он должен отомстить и отплатить после проверки, а также вопрос, подобный этому, должен был немного отвлечь Филиппе. Кстати, Филиппе почувствовал, что ему бросили вызов, как и ожидал Люсьин, на секунду он забыл о том, что он был близок к тому, чтобы выйти из себя. Видимо, этот хитрый и таинственный профессор хотел увидеть, насколько сильным и мудрым был Филиппе. Глаза Филиппе медленно сузились, воспользовавшись шансом, Виконт встал между ними. Я думаю, что у нас заканчивается время, мистер Филиппе и мистер профессор, скоро начнется праздник смерти. Как насчет того, чтобы обменяться идеями позже? Конечно, мгновенно ответил Люсьин, поэтому он встал и извинился. Простите, я забыла времени. Не беспокойся, Карин Диане брежно махнула рукой, а потом сказал своему управляющему, Нит, ты можешь отвезти мистера профессора в зал? Мне все еще нужно поговорить пару минут с мистером Филиппе. Дождавшись, пока Люсьин и Нит покинут кабинет, Виконт сказал ему, мистер Филиппе, может быть, тебе все равно, но этот выбери другое место. Филиппе опустил голову и улыбнулся. Хотя я часто чувствую, что себя не контролирую, я все еще помню, что должен уважать владельца дома. Мой Виконт, ты можешь верить мне. Единственная вероятность, при которой я бы решил сразиться с профессором, это либо, если бы я мог убить его за 30 секунд, либо если бы он наступил мне на пальцы ног. В понимании сумасшедшего некроманта слова уважать владельца дома означали то, что владелец был достаточно сильным, чтобы его уважали. Филиппе относился с почтением к Виконту, так как сила последнего не уступала его силе, хотя Карендио еще не был вампиром старшего ранга. Было бы здорово, Виконт снова поднял бокал, и то же же самое я скажу мистеру профессору. Затем Карендио покинул кабинет ради сбора, и Филиппе и Кливленд медленно пошли за ним. Учитель, почему ты не напал сразу на профессора, чтобы проверить его? Любой понял бы, что он боится тебя, судя по тому, как он одет, хотя Кливленд, мужчина средних лет, был в два раза больше Филиппе, он очень уважал своего хозяина, он определенно создаст нам неприятности во время праздника. Филиппе медленно покачал головой и ответил, я рад, что я проверил его по-другому, я думаю, что его сила значительно увеличилась с того момента, когда он впервые попал в список зачистки церкви, остановившись, Филиппе взглянул на своего ученика Кливленда и собирался что-то сказать ему, уже открыв рот, Филиппе передумал и ничего не сказал, и молча последовал за Виконтом, следуя за управляющим, Люсиин почувствовал, что он измотан. Встреча с этим сумасшедшим Филиппе была серьезным испытанием воли и души Люсиина. В то же время Люсиин также получил некоторую информацию из их разговора. Он смог понять, что фракция, которая относилась враждебно к воле элемента и Королевской Махческой Академии Холма называлась Пукой Бледности. Из названия Люсиин догадался, что это группа некромантов и исходя из этого Люсиин подумал, что намерение Филиппе, принимающего этот праздник, состояло в том, чтобы найти больше некромантов для расширения фракции, к которой он принадлежал. Люсиин не мог напрямую спросить Филиппе, кто был связующим звеном в штурке, поскольку маг среднего звена должен был быть способен пролететь над проливом Шторм. Последнее, что Люсиин хотел бы сообщить Филиппе, так это то, что он на самом деле был колдуном только первого круга. У Люсиина было много мыслей, но он молчал до самого зала. Когда Люсиин вошел в зал, он почувствовал запах смерти. Хотя зал был ярким и величественным, а длинные столы были переполнены вкусной едой и вином, у Люсиина вообще не было аппетита. В то время как некоторые разными яблоками, черепами, гнилыми сердцами и детскими телами на другие материалы и реагенты, которые им были нужны, или на деньги, все это прямо рядом со столами. Несмотря на то, что Люсиин не боялся трупов, и он имел дело с органами, он все еще чувствовал тошноту. Однако многие некроманты и ученики все еще небрежно наслаждались своими напитками и вином. Неудивительно, что весь континент смотрит на колдунов как назло. Подумал Люсиин про себя, должно быть, это из-за некромантов, по крайней мере, в значительной степени. Добрый вечер, мистер профессор, мистер профессор, видя, как Люсиин проходит мимо, многие ученики опускали головы и приветствовали его из восхищения его великой силой. Люсиин кивнул им и взял у официанта стакан воды. Когда он шел и на голосом, который звучал немного знакомо, это был толстяк. Толстяк и еще несколько учеников сидели по кругу в углу зала, обмениваясь некоторыми мыслями и идеями. Что тут происходит, небрежно с любопытством спросил Люсиин. Мистер профессор, мы изучаем человеческое тело, другие ученики поспешно вскочили и ответили на вопрос Люсиина, там также был некромант четвертого круга, Кисси. Мистер профессор, ученики не только изучают органы человеческого тела, но и пытаются, используя магию, идентифицировать изменения органов и костей, вызванные различными заболеваниями, пояснил Кисси. Интересно, это ваши ученики? спросил Люсиин. Нет, Кисси покачал головой, я просто привел их сюда. Мистер профессор, есть ли подобные исследования в Конгрессе? Люсиин не знал, что сказать. Через несколько секунд он ответил двусмысленно, на высочайшем уровне. Другие ученики попытались приблизиться к профессору, надеясь, что он поделится информацией от Конгресса. Как только что упомянул профессор, Конгресс магии работает над очень углубленным изучением человеческого тела, а рукобледности организация, к которой я принадлежу, специализируется на этой области. И мы также разработали множество новых заклинаний, основанных на наших знаниях, вроде проклятия пневмонии, раздался сзади голос Филиппе. Мистер Филиппе, поприветствовали его некроманты и ученики. Филиппе посмотрел на Люси на искушенным взглядом, а затем повернулся к остальным. Мне есть, что объявить. Выйдя на сцену в передней части зала, Филиппе прочистил горло и начал. Дамы и господа, я Филиппе из руки бледности, Конгресса магии. Мы собрались здесь сегодня вечером из-за одной вещи, объявил Филиппе. Когда Филиппе на сцене заговорил, некроманты и ученики все повернулись к нему и начали перешептываться друг с другом. Беконт Карендиа тоже подошел, с бокалом вина в руках он встал за Люси ином. Мистер профессор, я, наверное, догадываюсь зачем ты приехал на праздник смерти, но позволь мне напомнить, что если ты хочешь сразиться, покончи с этим как можно скорее, иначе мне придется попросить тебя уйти. Кстати, я не против увидеть бой между двумя колдунами пятого круга, последнее, чего я хочу, это стать свидетелем разрушения моего замка. Люсиин быстро взглянул на Виконта, мысленно он саркастически ответил на слова Виконта, ты знаешь зачем я тут, да ладно, даже я не знаю, почему и что я здесь делаю. Дал ничего из того, что происходило сейчас, и теперь он испытывал горечь от своей смелости, что, если я здесь только, чтобы осмотреться, лицо Люсиина было закрыто капюшоном, и он вежливо ответил, иногда борьба самая бесполезная вещь, интересно, коротко прокомментировал Виконт, а затем повернулся, чтобы посмотреть на людей, стоящих на сцене, помимо Филиппе, теперь там стояли еще четыре некроманта, которые были избранными представителями толпы, старший некромант, Кисси, неприглядного вида женщина-некромант, Тесс, молодой некромант по имени Квинтин, и ужасно выглядящий некромант по имени Сидни, лицо и руки которого были покрыты большими шрамами, сшитыми нитками. Они были единственными четырьмя колдунами среднего ранга, представляющими землю, первоначально принадлежащую Уэлфриду, который унаследовал традиции древней магической империи. Двое из них были четвертого круга и двое, третьего круга. Не хочешь выйти на сцену? Шутливо спросил Виконт. Люсиин закатил глаза и снова хотел иронически ответить ему, конечно, я выйду на сцену, и это будет идеальный способ убить себя. Почему бы и нет? Конечно, Люсиин не мог сказать что-то подобное Виконту. Поэтому, притворившись, что он был мудрым и загадочным, Люсиин сказал Карен Дей. Иногда, стоя вдалеке от сцены можно увидеть гораздо больше. Виконт коснулся своим бокалом бокала Люсиина и прокомментировал Неудивительно, что твой псевдоним профессор. На деревянной сцене Кисси сохранял свое обычное выражение лица, когда он спросил Мистер Филиппе, спасибо, что пригласил нас сюда и предложили нам собраться вместе и обменяться нашими знаниями и магическими материалами. Собрание для нас прячущихся в темноте, словно мыши в пещерах это уже праздник. Интересно, что еще ты хочешь обсудить с нами? Глаза Филиппе смотрели на Люсиина. Видя, что профессор не собирался мешать его речи, он начал говорить своим глубоким, но громким голосом, обращаясь ко всем колдунам и ученикам. Я уверен, что вы все страдали и все еще страдаете от множества трудностей здесь, на земле, которая когда-то принадлежала к величайшему некроманту Уэлфриду. Вы, ребята, боитесь того, что однажды церковь может прийти за вами. Каждый день вы беспокоитесь, даже во время медитации, что однажды вы будете убиты какими-нибудь случайными искателями приключений, рыцарями или священниками. И вас это так беспокоит, что вы не можете спокойно спать по ночам. В странах, контролируемых церковью, каждый колдун и ученик пережили нечто подобное. Слушая слова Филиппе, они не могли не кивать даже Люсиин. Ух ты, мистер профессор, ты согласен с мистером Филиппе? Виконт Карендия был немного удивлен, увидев, что Люсиин тоже кивает. Конечно, то, что он сказал, правда, терпеливо ответил Люсиин. Вы не можете рассказать своим близким и друзьям, кто вы, продолжал Филиппе, у вас нет никого, с кем можно было бы поделиться результатами ваших исследований и экспериментов. Вам в своей жизни вы не сможете достичь того, чего хотите, даже если вы этого заслуживаете. Толпа погрузилась в угнетающую тишину. Им всем было горько от того, что они могли от того, сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...